Послание Африканского Собора к Келестину Папе Римскому Возлюбленному Владыке и честнейшему брату Келестину Аврелий, Палатин, Антонин, Тут, Сервузий, Терентий и прочие, обрисшиеся на общем Карфагенском Соборе Как твоя святыня изъявила вашу радость о прибытии Апиария, писанием, постлом через соприсвитера нашего льва Подобно и мы желали бы, чтобы с радостью постно было настоящее писание о его оправдании Ибо поистине наше и ваше расположение было чуждо недоверчивости И непытливым являлось оно, предварительно склоняясь в пользу его, как бы уже выслушанного Тогда как его еще надлежало вопрошать Итак, когда прибыл к нам святейший брат и соепископ наш Фавстин Мы созвали Собор и полагали, что он и с Апиарием послан ради того, дабы как сей старанием его восстановлен был на присвитерство Так и ныне возмог его же попечением оправдаться в таликих обвинениях, принесенных на него от жителей Фавракинских Но многофисленный Собор наш нашел столь многие и столь великие беззакония о пиаре, что они превозмогли действование вышереченного Фавстина Хотя то было покровительство Пачи, нежели суд, и ходатайство Пачи ельдику свойственное, нежели справедливость, исследователю приличное Ибо, во-первых, Фавстин сильно противостоял всему Собору, нанося ему различные оскорбления, акибо защищая преимущества Римской Церкви И желая, чтобы принят был нами вообщение о пиаре, которого твоя святыня прияла вообщение, поверив его жалобе, кое и он не мог доказать Однако и сие мало ему помогло, что ты лучше узнаешь, прочитав деяния Собора Ибо когда в продолжении трех дней затруднением производился суд, на котором мы с сокрушением исследовали различные на опиаре обвинения Тогда Бог, праведный судья, крепкий и долготерпеливый, взяло вкратце пресек и протяжение дела с епископом нашим Фавстином И из ворота самого опиаре, которыми он силился покрыть свои срамные беззакония Недействительным соделалось досадное и гнусное упорство и бесстыдное запирательство, которым опиаре хотел заградить блата столь многих сладострастных дел Ибо когда Бог наш стеснил его совесть и перед всеми человеками обнаружил сокровенное сердце, как бы уже осужденное самой гнусностью преступлений Тогда у коварно запиравшегося внезапно исторглость признания во всем, во всех принесенных на него обвинениях И он, наконец, добровольно сам себя обличил во всех едва вероятных скверных И таким образом и самую надежду нашу, которой мы вверяли его, желая, чтобы он мог очистить себя от столь постыдных пятен Обратился в плач Таковый эскорт наш он умягчил единым токмо и единственным утешением, тем, что и нас освободил от тяготы непрерывного сетования И для собственных своих ран, хотя невольно и с борьбой своей совести, приуготовил, наконец, врачевства в своем признании Итак, первее исполнив долг подобающего почитания, умоляем вас, господин брат, дабы вы впредь не допускали легко до вашего слуха приходящих от сели Подобно и бесстыдные побеги пресвятеров и следующих за ними клириков Да от жене святыня твоя, как с ей достойно тебя Ибо и не возбранено с ей для африканской церкви Никаким определением отцов Да и определение Никейского собора, как клирика в низшей степени, так и самих епископов Явным образом обратно отсылает к собственным их митрополитам Разумно и правильно признал он, что какие бы ни возникли дела, они должны оканчиваемы быть и в своих местах Ибо отцы судили, что ни для единой области не оскудевает благодать Святого Духа, через которую, правда, иереями христовыми изрится разумно и содержится твердо И на Ипасе, когда каждому ащина стоит сомнение о справедливости решения ближайших судей, позволено приступать к соборам своей области и даже ко Вселенскому собору Разве есть кто-либо, который бы поверил, что Бог наш может единому только маньяка Ему вдохнуть и правоту суда И бесчисленным евреям же, сошедшимся на собор, откажет воном Притом, как будет твердограничный суд, пред который необходимые лица свидетелей не могут представлены быть То по немощи или от телесного сложения, или от старости, то по многим другим препятствиям О том, чтобы некие акибы от ребра твоей святыни были посылаемы, мы не обретаем определения ни единого собора отцов Ибо что прежде от Василис, того же епископа нашего Фавстина, присно было к нам, акибы из постановления Никейского собора Того мы никак не могли обрести в вернейших списках правил всего собора С подлинников снятых, которые получили мы от святейшего Кирилла, нашего соепископа Александрийской церкви И от достостимого Аттика, епископа Константинопольского И которые еще прежде всего через пресвитера Иннокентия и подьякона Маркелла, принесших он ее к нам Постно были от нас к Ванифатию, блаженной памяти епископу, вашему предшественнику Итак, не соизволяйте по просьбе некоторых посылать сюда ваших клириков исследователями И не попускайте сего, да не явимся мы вносящими дымное надмение мира в Церковь Христову Которая желающим зреть Бога приносит свет простоты и день смиренно мудрее По юнику же слез достойны о пиаре и за непростительные свои непотребства Даже братом нашим Фавстином отлучен от Церкви Христовой То мы остаемся без опасения, что его и впречь При искусстве и точности твоей святыни в сохранении братской любви Африка отнюдь не потерпит Подпись Бог наш дохранит на должайшее время ваши святыни, господини, братья, молящиеся о нас Правила Святого Собора Константинопольского Во храме святых апостолов, бывшего, глаголемого, двукратного По изъяснению Зонара и Вальсамона Собор все именуется двукратным потому Что двукратно собирался для одних и тех же предметов Действия и решения первого собрания не могли быть написаны и подписаны отцами собора Потому что всему воспрепятствовали неправомыслящие Произведя возмущение Посему по восстановлению и спокойствия держано было второе собрание В котором по возобновлению прежних рассуждений составлены и утверждены настоящие правила Правило первое Созидание монастырей – дело талико важное и застахвальное Древле блаженными и преподобными отцами нашими благорассудно изобретенное Усматривается ныне худопроизводимым Ибо некоторые, дав своим имениям и усадьбам имя монастыряя И обещевая посвятить ионное Богу Пишут себя владельцами пожертвованного Они ухищенно умыслили посвятить Богу единое наименование Ибо не стыдятся усвоять себе ту же власть и после пожертвования Какую не возбранялось им иметь прежде И такое корчемство примешивалось к всему делу Что к удивлению и огорчению видящих Много вес посвященного Богу Явно продается самими посвятившими И не только мы, нет в них раскаяния о том Якопопускает себе властвование над тем Что единожды уже посвятили Богу Но и другим бесстрашно предают оное Того ради Святой Собор определил Да не будет позволен никому созидать монастырь Без ведения и соизволения епископа Но с его ведением и разрешением И с совершением подобающей молитвы Яка же древле Богу угодно законоположено Монастырь досозидается Все же к нему принадлежащие купно с ним самим Да вносится в книгу, которая и дохранится в епископском архиве И пожертвователь безволия епископа Отнюдь, да не имея дерзновения Самого себя или вместо себя другого Поставить игуменом Ибо аще не может кто-либо быть Обладателем того, что подарил человеку То как а может быть попущено Кому восхищать и обладание тем Что он посвящает и приносит Богу Правило второе Некоторые восприимлют на себя образ Токма жития монашеского Не ради того, да в чистоте послужат Богу Но ради того, да от стимула одеяния Восприимут славу благочестия И тем обрящут беспрепятственные наслаждения Своими удовольствиями Отринув одни свои волосы Они остаются в своих домах Не исполняя никакого монашеского последования Или устава Того ради святый собор определил Отнюдь никого не сподоблять монашеского образа Без присутствования при всем лица Долженству еще приять его к себе в послушание И иметь над ним начальство И восприять попечение о душевном его спасении Сей да будет муж боголюбивый Начальник обители И способный спасти душу Новоприводимую ко Христу Аще же кто обрящется Постригающий кого-либо Не в присутствии гумена Долженствующего приятия его в послушание Таковы да подвергнется Извержении своего чина Яко не повинующийся правилам И разрушающий монашеское благочиние А неправильные бесчинно постриженные Да предается на послушание в монастырь В какой заблагорассудит местный епископ Ибо нерассудительные и погрешительные пострижения И монашеский образ Подвергны неуважению И подали случай к хулению имени Христова Правило третье Рассужденный исправить И сие неблагоустройство Допущенное и что еще хуже По несмотрению и небрежению Распространяющиеся Аще который настоятель монастыря Подчиненных себе монахов Отбегающих Не взыщет с великим тещанием Или нашедший Не восприимет И не потрудится Приличным и недугу Соответствующим врачевством Восстановить и укрепить падшего Такового Святый Собор определил Подвергать отлучению от таинств Ибо Аще имеющие В смотрении Бессловесных животных Вознеродива стади Не оставляется без наказания Поприявший пастырское начальство Над паствою Христовой И своим неродением и ленностью Расточающий спасение их Как не подвергнется наказанию За свою дерзость Призываемый же возвратиться Монах Аще не повинится Да будет Отлучен епископом Правило четвертое Многообразно усиливался Лукавый Привести в поношение Досточтимый монашеский образ И нашел для сего Великое пособие Во времени Прежде бывшей ереси Ибо ереси Угнетаемые Монашествующие Оставляя свои обители Переселялись в другие А некоторые В жилища мирских людей Но что делали они Тогда ради благочестия И что посему делало Их достойными Ублажения То обращаясь В безрассудные обычаи Являет их Достойными посмеяния Ибо еще и ныне Когда благочестие Повсюду уже распространилось И церковь избавились От соблазнов Отходят некоторые Своих монастырей И как некий Неудержимый поток Туда и сюда Уклоняяясь И переливаясь И исполняют обители Многим неблагообразием Вносят с собой Великий беспорядок И благолепие Послушания Расстраивают И разрушают Пресекая их Непостоянное Непокоривое стремление Святой собор Определил Ащи который Монах Отбежав Из своей обители Прискочит В другой монастырь Или Селится В мирское жилище Таковы Равные Приявшие его Да будут Отлучен Будет От общения Церковного Да коли Бежавший Не возвратится В обители Из которой Преступно Удалился Впрочем Ащи епископ Некий Из монахов Свидетельствуемых Во благочестии Честности Жития Восхощет Привезти В другие Монастырь Ради Благоустройства Обители Или же Заблагорассудит Послать В мирский Дом Ради Спасения Живущих В нем Или Благоустройства Благоустройства Себя В монашеской Жития И пренебрегши Строгости Труды Подвижничества Снова Бедственно Обращается К плотоугодной Сластолюбивой Жизни Того ради Святый Собор Определил Никого Не сподоблять Монашеского Образа Прежде Нежели Трехлетнее Время Предоставленное Им Для испытаний Явит их Способными И достойными Такового Жития И сие Повелел Собор Всемирно Хранить Разве Когда Приключившаяся Некая Тяжкая Болезнь Понудит Сократить Время Испытания Или Разве Кто Будет Муж Благоговейный В мирском Одеянии Провождающий Жизнь Монашескую Ибо Для Такового Мужа К совершенному Испытанию Давлеет И шестимесячный Срок Аси Же Кто Поступит Вопреки Сему То По лишению Игуменцев Состояние Подчиненности Да послужит Наказанием За Отступление От порядка Поступивший В монашество Да предается В другой Монастырь В котором Строго Соблюдается Устав Монашеский Правило Шестое Монахи Не должны Иметь Ничего Собственного Но все Им Принадлежащее Да утверждается Монастырем И во блаженной Лука Верующих Во Христа И Представляющих Собой Образ Монашеского Общежития Глаголит Яко Не един Что От имени Своих Глаголаши Свое Быти Но Бяху Им Вся Обща Яне 4.32 Посему Желающим Монашествовать Предоставляется Свобода Завещевать О имении Своем Прежде И Передавайте Оное Каким Восхотят Лицам Которым То есть Закон Не Возбраняет Ибо По вступлению В монашество Монастырь Имеет Власть Над Всем Их Имуществом И им Не Предоставлено Распоряжать И ничем Собственным Не Завещевать Афи Кто Обрячится Усвояющий Себе Некое Стижание Не Предоставив Оного Монастырю И Порабощенной Страсти Любостяжания У Такового Игумен Или Епископ Да Возьмет Оное Стижание И В присутствии Многих Продав Да Раздаст Нищим И Нуждающимся А Того Кто Положил Сердце Своем Подобно Древнему Оному Анане Утаить Сие Стижание Святой Собор Определил Вразуметь Приличной Эпитимею Явно Же Есть Яко Постановленные Святым Собором Правила Монахах Праведным Признал Он Соблюдать И О Женах Монашествующих Правило Седьмое Видим Многие Епископии В упадке В опасности Совершенного Запустения Того Что Предстоятель Ион Их Требуем Ионами Попечения И чане Обращают На Созидание Новых Монастырей И Истощая Епископии И ущечеряя Присвоение Доходов Стараются О Приращении Монастырей Того Ради Святой Собор Определил Да Не Будет Позволено Никому Из Епископов Созидать К разорению Своей Епископии Ахи же Кто Обращится Дерзающий На сие Таковы Да Подвергнется Приличной Эпитимии А его Новое Построение Яко Не Получивший Даже Правильного Начала К тому Чтобы Монастырем Быть Да Присислиться К Епископии Как Ее Собственность Ибо Ничто Вкраившееся Вопреки Закону И Порядку Не Может Восхищать Себе Преимущество Дел Произведенных Согласно С правилами Правило Восьмое Божественное Священное Правило Святых Апостол Признает Скопящих Самих Себя За Само Убийц И Ащи Суть Священники Извергает Ащи Лежи Не Суть Заграждает Им Восхождение В Священство Апостольское Правило 22 23 А силы Явным Становится Як Ащи Скопящий Сам Себя Есть Само Убийца То Скопящий Другого Без Сомнений Есть Убийца Можно Же Праведно Рещи Як Атаковые Оскорбляет И самое Создание Того Ради Святой Собор Определил Ащи Который Епископ Или Пресвитер Ведиакон Абличен Будет Як Аскопил Кого Либо Своеручно Ли Или Через Повеление Таковы Да Подвергнется Извержению Своего Чина Ащи Жемерянин Да Отлучиться От Общения Церковного Ради Приключившейся Болезни Разве Принудит К Оскоплению Болящего Ибо Как Первое Правило Никейского Собора Подвергающихся Отсечению Членов По Болезни Не Наказует Ради Их Болезни Так И Мы Не Священников Повелевающих Не Осуждаем Немерянам Своеручно Производящих Скоплений Не Обвиняем По Велику Признаемся Еврачеванием От Болезни А Не Зло Ухищрением Против Твари Или Предосуждением Творческому Действию Правило Девятое Апостольское Божественное Правило Подвергает Извержение Священников Дерзающих Бить Верных Согрешивших Или Неверных Нанесших Обиду Апостольское 27 Ухищряющиеся Угодить Своему Гневу И Превращающие Апостольские Установления Разумеют Сиит Окма Биющих Своеручно Хотя Оное Правило Ничего Такого Не Назнаменует И Правый Смысл Так Оразуметь И Не Попускает Ибо Ибо Поистине Было Бы Нерассудительное И Весьма Погрешительное Ащибы Нанесшие Своеручным Биением Три Благонравного Наставлениями И Увещаниями Иногда Даже И Церковными Эпитемиями А Не Устремляться На Тела Человеческие С Бичами И Ударами Ащили Некие Были Совершенно Непокорны И Вразумление Через Эпитемии Непослушны Таковых Никто Не Возбраняет Вразумлять Преданием Суду Местных Гражданских Начальников По Неже Пятым Правилом Антиохийского Собора Постановлено Производящих Церкви Возмущений Крамалы Обращать К порядку Внешней Властью Правило Десятое Двукратного Собора Явно Предавшиеся Страстям Своим Не Токмы Не Ужасаются Наказания Определяем Священными Правилами Но дерзнули Даже Ругаться Надонами Ибо Они Превращают Оные И Ради Страстной Воли Своей Искажают Смысл Их Дабы По избытку Страстного Обощения Как кричено Григорием Богословом Зло Казалось У них Не только Несудительным Но даже Божественным Григорий Низкий Правило Восьмое Апостольское Правило Глаголит Сосуд Златый Или серебряный Освященный Или завесу Никто Уже Да не возьмет На свое Употребление Беззаконно Бо есть Ахи же Кто Всему Смотрен Будет Таковы Да Накажется Отлучением Апостольское Правило 73 Сие Правила Излагая К своему Оправданию В беззакониях Они Глаголит Яко Не должно Судить Достойными Извержения Тех Кое Досточтимое Облачение Святой Трапезы Притворяет В собственный Хитон Или В какую Иную Одежду Не давая Не даже Тех Кое Святую Чашу О Нечестие Или Несвященный Дискос О Нечестие Или Подобное Сему Издевает На Свою Употребу Или Оскверняют Ибо Глаголит Они Правило Справедливым Признает Впадающих Все Преступления Подвергать Отлучению А не Извержению Но Кто Может Снести Столь Великое Кощунство И Нечестие Ибо Правило Подвергает Отлучение Взимающих Освященное Токмо Для Употребления А не Совершенно Похищающих А Они Расхищающих Святая Святых И Святотатствующих Освобождает От Извержения Также Оскверняющих Досточтимые Дискосы Или Святые Чаши Употреблением Для Обыкновенных Брашен По Своему Рассуждению Признают Неподлежащими Извержению Тогда Как Сие Есть Явное Осквернение И Очевидно Что Сие Делающие Подлежат Не Токмо Извержению Но И Вине Крайнего Нечестия Своего Чина Ибо Единое Из Сих Есть Осквернение Святыни А Другое Святататство Обзимающих Для Себя Или Для Других На Несвященное Употребление Сосуды Или Одежды Вне Алтаря Употребляемое И Правило Отлучает И Мы Купно Отлучаем Совершенно Похищающих Оное Подвергаем Осуждению Святататцев Правило Одиннадцатого Пресвитеров Или Диаконов Приемлющих На себя Мирские Начальственные Должности Или Попечения Или В домах Мирских Начальственных Лиц Звания Управителей Божественное Священное Правило Подвергает Извержению То же И мы Подтверждая И о прочих Принадлежащих Клиру Определяем Аще Кто из них Ступит В мирские Начальственные Должности Или В домах Начальственных Лиц Или В городских Предместиях Примет На себя Звание Управителя Таковы Да и Женец Из своего Клира И Попореченному От самого Христа Истинного Бога Нашего И Неложному Слову Никто Ж Может Двум Господа Там Работать Матфея 6 24 Правило 12 Святой Вселенский Шестой Собор Подвергает Извержению Тех Исклира Которые Без Соизволения Епископа Литургисают Или Крещают В молитвенных Хроминах Внутри Дома Находящихся Шестой Вселенский 31 Правило Согласно Согласно Семь И мы Определяем Ибо Тогда Как Святая Церковь Право Правит Слово Истины И он И преподает И защищает И соблюдает Честность Жития И Поучает Он Неприлично И преступно Было бы Попустить И живущим В безначале И ненаказанности Понырять И в домы И разрушать Благочиние Церкви И Исполнять Он И многим Смущением И соблазнами Того Ради Настоящий Священный Бога Содействуемый Собор Согласно Святым Вселенским Шестым Собором Определил Да Будут Назначены Литургисующие В молитвенных Хроминах В доме Находящихся Явно Же Сяко Назначение Сие Дастся Им От Епископа Того Места Аси Же Кто Кроме Сих Без Соизволения Епископа Вторгает В домы Держнет Коснуться Совершения Литургии Таковы Да Извержатся А бывшие С ним В общении Да Подвергнутся Отлучению Правило Тринадцатое Селукавый Посеет В церкви Христовой Семена Еретических Плевел И Видя Яко Они Мечом Духа Посекаются Из Корени Вступив На другой Путь Козни Покушается Безумием Раскольников Рассекать Тело Христова Но Исей Исей Иванов Совершенно Воспещая Святый Собор Определил Ныне Аще Который Пресвитер Илья Акон По некоторым Обвинениям Зазрев Своего Епископа Прежде Соборного Исследования И Рассмотрения И Недостоин 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 Нечестии Ни Наименований Пресвитера Последующие Ниже Таковому Аще Сутнеки От священных Також Долишены Будут Своей Чести Аще Монахи Или Миряне Да Откучаться Вовсе От церкви Доколе Не Отвергнут Сообщение С Раскольниками И Не Обратятся К Своему Епископу Правило 14 Аще Который Епископ Поставляя Предлогом Вину Своего Митрополита Прежде Соборного Рассмотрения Отступит От Общения С Ним И Не Будет Возносить Имя Его По Обычию В Божественном Тайно Действии А Таковом Святой Собор Определил Да Будет Низложен А Щиток Мообличен Будет Як Поступил Отступил От Своего Митрополита И Сотворил Раскол Ибо Каждый Должен Ведать Свою Меру И Не Пресвитер Да Пренебрегает Своего Епископа Правило Пятнадцатого Двукратного Собора Что Определенно О Пресвитерах И Епископах И Митрополитах То Самое И Наипаче Приличествует Патриархам Посему Ащи Который Пресвитер Или Епископ Или Митрополит Дерзнет Отступить От Общения Со Своим Патриархом И Не Будет Возносить Имя Его По Определенному И Установленному Чину В Божественном Тайной Действии Но Прежде Соборного Оглашения Совершенного Осуждения Его Учинит Раскол Таково Но Святой Собор Определил Быть Совершенно Чужду Всякого Священства А Щиток Маблючен Будет Всем Беззаконии Спросим Сие Определенное Утверждено Отех Кои Под Предлогом Некоторых Обвинений Отступают От Своих Предстоятелей И Творят Раскола И Расторгают Единство Церкви Ибо Отделяющиеся От Общения С Предстоятелем Ради Некие Ереси Осужденные Святыми Соборами Или Отцами Когда То То Есть Он Проповедует Ересь Всенародно И Учит Он Открыто Церкви Таковы Ащи Оградят Себя От Общения С Глаголем И Епископом Прежде Соборного Рассмотрения Не Токмане Подлежат Положенные Правилами Эпитимии Но И Достойны Чести Подобающей Православным Ибо Они Осудили Не Епископов А Лже Епископов И Лже Учителей И Нераскол Пресвятли Единство Церкви Нерасколом Но Почились Охранить Церковь От Расколов И Разделений Правило 16 По Причине Случающихся Церкви Божией Распри Сметений Необходимо И Сие Определите От Нюйда Не Поставляется Епископ С той Церкви Которой Предстоятель Живящей Пребывает В своем Достоинстве А разве Аще Сам Добровольно Отречется От Эпископства Ибо Надлежит Прежде Привести К концу Законное Исследование Вины За Которую Он Имеет Удален Быти От Эпископства И Тогда Уже По Его Низложение Возвести На Эпископство Другого Вместо Его Аще Же Кто Из Эпископов Пребывая В своем Достоинстве И Не Хочет Отречись И Не Желает Пасти Народ Свой Но Удаляяся Из Своей Эпископии Более Шести Месяцев Остается В другом Месте Не Быв Удерживаем И Ни Царским Повелением Ни Исполнением Поручений Своего Патриарха Не Же Быв Одержим Тяжкой Болезнью Делающей Его Совершенно Недвижимым Таковы Ни Единые Из Реченных Причин Невоспещаемы Но Удалившись От Своей Епископии И В ином Месте Доли Шестимесячного Времени Пребывающей Да Будет Совершенно Чужд Епископские Чести И Достоинства Ибо Неродящему А врученную Ему Пастю И в ином Месте Более Шести Месяцев Закосневающему Святой Собор Определил Совершенно Быть Чужду И Архиерейство Которое Поставлен Дабы Пасти И на Его Епископии Возвозить Другого Вместо Его Правила Семнадцатого Прилагая Попечения Соблюдения Во всем Церковного Благочения Мы Признали Необходимым И сие Определили Чтобы Впредь Никто Из мирян Или Монахов Не был Внезапно Возводим На высоту Епископства Но Чтобы Каждый По испытаниям Прежде В церковных Степенях Воспринимал Рукоположение Во Епископа Ибо Хотя Доныне Некоторые Из Монашествующих Или Мирских По требованию Нужды И были Вскоре Удостаиваемы Епископской Чести И Превзошли Других Добродетелью И Возвысили Порученные Им Церкви Однако Редко Бывающего Не Поставляя В закон Церкви Определяем Отныне Церкви Правильно Рукополагаемый Да Пройдет Через Все Степени Священства Исполняя В каждом Положенное Законом Время Правило Святого Собора Бывшего Во Храме Премудрости Слово Божие Правило Первое Святой Вселенский Собор Определил Аси Которые Из Италийских Клириков Или Мирян Или Из Епископов Обитающих В Асии Или В Европе Или В Ливии Подверглись Или Узам Отлучения От Таинств Или Извержений Своего Чина Или Анафеме От Святейшего Папы Иоанна Те Добуды От Святейшего Фотия Патриарха Константинопольского Подвержены Тому же Степени Церковного Или Отлучены И Которых Клириков Или Миряна Или Архиерейского Или Ирейского Чина Фоти Святейший Патриарх Наш В каком Бо-то Ни Было Пределе Подверг Отлучению Или Извержению Или Проклятию Тех И Святейший Папа Иоанна И С ним Святая Божия Римская Церковь Да Признает Под Тем же Осуждением Епитемии Находящимися Притом Престолу Римской Церкви И Ее Председателю Совершенно Да Не Будет Никакого Нововведения Ни Ныне Ни Впредь Правило Второе Хотя Доныне Некоторые Архиереи Не Шедшие Монашеский Образ Усиливались Пребывать В высоком Служении Архиерейства И Таковые Действия Оставляемы Были Без Внимания Но Сей Святый Вселенский Собор Ограничивая Такое Недосмотрение И Возвращаясь Ее Вне Порядка Допущенное Действие К Церковным Уставам Определил Аще Который Эпископ Или Кто Иной Архиерейского Сана Восхочет Сните В монашеское Житие И Стате На Место Покаяния Таковы Впредь Уже Да Не Взыскует Употребление Архиерейского Достоинства Ибо Обеты Монашествующих Содержат В себе Долг Повиновения И ученичества А не Учительства Или Начальствования Они Обещаются Не иных Пости Но Посомами Быти Того Ради Как Выше Речено Постановляем Да Никто Из Находящихся В сословии Архиереевы Пастырей Не Низводит Сам Себя На место Посомых И Кающихся Ахи же Кто Дерзнется Творить Сие После Провозглашения И приведения В неизвестность Произносимого Ныне Определения Таковы Сам Себя Устранив От Архиерейского Места Да Не Возвращается К Прежнему Достоинству Которое Самым Делом Отложил Правило Третье Ахи Кто Из Мирян Воз Преобладав И пренебрегши Повеления Божие И царские И поругавшись Достойным Благоговение Церковным Уставам И законам Дерзнет Бич Или заключать В темнице Епископа Или без Вины Или под Вымышленными Предлогами Вины Таковы Да Будет Анафема Пояснение Поместные Соборы Анкирские В 314 Году Неокисарийские В 315 Гангрские В 340 Антиохийские В 341 Ладикийские В 364 Сардикийские В 347 Карфагенские 318 Константинопольский 394 Двукратный 861 Премудрости 879 Правила И канонические Послания Святых Отец Каноническое Послание Ижево Святых Отца Нашего Дионисия Архиепископа Александрийского Исповедника Кипископу Василиду 260 Год Правило Первое В послании Ко мне Вернейший Просвященнейший Сын мой Ты вопрошал Меня В который час Должно Прекращать Пост Переднем Пасхи Ибо Некоторые Братья Утверждают Как сказуют Что должно Делать Сие С Петелоглашение А другие Что должно С вечера Находящиеся В Риме Братья Как говорят Ожидают Петела А находящихся Здесь Ты сказал Что они Ранее Прекращают Пост Ты Взыскуешь Положить Точное Время И совершенно Определенный Час Но сие Неудобно И небезопасно Ибо Что после Времени Воскресения Господа Нашего Надлежит Начинать Празднество И веселье А до того Пощениями Смирять И душу Сие Все Согласно Признают Но в послании Твоем Ко мне Ты доказал Весьма Здраво И согласно С разумением Божественных Евангелий Что в них Не оказывается Ничего Определенного О часе Воскресения Ибо Евангелисты Различно Описали Приходивших Ко гробу В разные Времена И рекли Что все Они обрели Господа Уже Воскресшем Позднее В субботу Как рек Матфея За утро Еще Сущей Тьме Как пишет Иоанн Зело Рано Как лука И зело За утро Восиявшу Солнцу Как глаголит Марк Но когда Воскрес Всего ясно Никоторый Не показал Несомненно Же то Что вечер Субботы Святающую Дню Первому От суббот На гроб Пришедший Уже не обрели Господа Лежащим В нем И да Не предоставляем Евангелистов Ни разногласными Ни же противоречащими Один другому Наси Наси Возмениться Бытия Нека Разнословия Вопрошаемым Аси Согласуясь Все Яка В той Наси Вошел Свет Мира Господь Наш Различные Глаголи Страха Попозде Иоанн Глаголит Воедино Глубокое Утро Знаменует Может быть Начинающийся Свет Утренней Зари Первого Дня Седмицы Ибо Уже Совершенно Прошла Суббота Со Сею По ней Ночью И Начинался Другий День Когда Пришли Носящие Ароматы Имира Откуда Я Свет Яка Господь Воскрес Задолго Перед Сим Всему Последует И Марк Глаголи Купиши Ароматы Да Пришедши Помажут Его И Звело Заутро Воедино От Суббот Придоша Как Гроб На Гроб Посеявшу Солнцу И Сей Рек Звело Заутро Что Едино Знаменательно С выражением В глубокое Утро И Присовокупил Воссиявшу Солнцу Явно Яко И Шествие И Путь Их Начался В глубокое Утро И Зело Рано В шествии И Замедлению Гроба Продлили Они Время До Восхождения Солнца И Тогда Юноша Белых Риза Крек Им Воста Не Сезде Положи Сие Так Обыти В Который Час Или В Которую Половину Часа Или Четверть Часа Подобает Начинать Веселье О Воскресении Господа Нашего Из Мертвых Мы Ответствуем Чрезмерно Поспешающим И прежде Полуночи Хотя Незадолго Предстающих От Поста Не Одобряем Яко Молодушных И Невоздержных Яко Прекращающих Течения Немного Недоконченное Ибо Как Глаголит Мудрый Муж Немаловажно В жизни И то Аще Недостает Немногого А Хотящих Быть И последними В разрешении Поста Простирающихся До дальнейшего Предела И терпящих До четвертой Стражи В которую Спаситель Наш Ходя по морю Явился Плавающим Одобряем Яко Мужественных И трудолюбивых Не стужаем Же Много И тем Которые По особенному Своему Побуждению Или По своей Возможности Между тем И другим Временем Успокаивается От поста Ибо И шесть Постных Дней Не все равно Единообразно Провождают Но Одни Пребывая Без пищи Пропускают Все Оные Другие Два Иные Три Иные Четыре А иные И ни одного Потрудившимся Совершенно В пропущении Целых Дней Без пищи Потом Утомившимся И едва Не лишающимся Всех сил Простительно Скорее Вкусить Ахи же Некоторые Не только Не пропускавшие Дней Без пищи Но ниже Постившиеся Или даже Роскошествовавшие В четыре Предыдущие Дня Потом Дошедшие До последних Двух дней И си Токма Два Дня Пяток И субботу Проведшие Без пищи Несто Великое Светное Творите Мнят Когда Пребудут В посте До зари Не думаю Чтобы таковые Совершили Подвиг Равный Тем Которые Большое Число Дней Подвязались Спащение Семье По моему Разумению Написал Я Подавая Совет Правило Второе О женах Находящихся В ощущении Позволительно Ли им В таком Состоянии Входить В дом Божий Излишним Почитая И вопрошать Ибо Не думаю Чтобы они Ащи Суть Верные И благочестивые Находясь В таком Состоянии Дерзнули Или Приступить К святой Трапезе Или Коснуться Тела И крови Христовой Ибо И жена Имевшая Двенадцатилетнее Кровотечение Ради Исцеления Прикоснулась Не ему Но Токмова Скрилию Молитесь В каком Яко Подобно Подобно Друг от друга по согласию до времени Дабы упражняться в молитве И потом пакикупно быть 1 Коринфянам 7.5 Правило четвертое Те, которым приключилось Непроизвольное ночное истечение Также допоследуют Своей совести И доиспытуют в самих себя Находятся ли от сего сомнения или нет Подобно как и описки Глаголит апостол А сиясть сомневающаяся Осуждается Римлянам 14.23 И всем случае всяк приступающих Богу да имеет благую совесть И благодерзновение По собственному помышлению Сии в опрошении Ты возлюблене Яко почитающий нас Ибо без сомнения Нияко не знающий Предложил нам располагая нас Быть единомысленными и единодушными С тобой как и ес мы Я же не так как учитель Но так как прилично нам Собеседовать и друг другу Со всякой простотой Мое мнение на среду предложил Рассуди об оном Благорассудительнейший сыни мой И напиши мне аще Что представится тебе Справедливейшее и лучшее И лежащий усмотришь Так обыти И желаю тебе Возлюбленный сыни мой Здравствуйте И в мире Служите Господу Правило святого Петра Архиепископа Александрийского И мученика И слово его о покаянии 304 год Правило первое По елику приближается уже Четвертая Пасха После гонения То давляет время Отлучения Для тех Которые подверглись Доносу Заключены были в темницу Претерпели жестокие Мучения И несносные раны И многие иные Тяжкие угнетения И которым Напоследок Изменила немощь Плоти Хотя они вначале Не были прияты В церковь По причине Последовавшего Тягчайшего падения На по елику Они много подвязались И долго Противоборствовали По елику Они дошли до преступления Не по произволу А потому что Изменила им Немощь Плоти Ибо и язвы Иисусов Показуют на телах Своих И некоторые Пребывают в плаче Уже третий год То к сей Петемеи Да присовокупятся Им еще Четыре Десять дней По Припамятованию Когда они Приступили К церкви Таковое Число дней Господь и Спаситель Наш Иисус Христос По крещению Постившись Искушаем было Дьявола Таковое Число дней Они преимущественно Да подвизаются И усердней Да постятся И притом Да бодрствуют В молитвах Непрестанно Размышляя О реченном От Господа Искусителю Требовавшему От Него Поклонения Себе Отойди От Меня Сатана Ибо Написано Господу Богу Твоему Поклонись И Ему Одному Служи Правило Второе Тем Которые По взятии Ток моих Под стражу И по Претерпении Скорбей Смрадов Темницы Как От горчайшего А Стареви посещешь ее, положив сию притчи перед очи себе и, показав плод достойной покаянии в продолжении Таликова же, то есть четырехлетнего времени, получат тем большую пользу. Правило четвертое. А совершенно отчаявшимся и нераскаянным, истяжавшим непременную кожу эфиоплянина и пестроту рыси, да извлечется приговор о другой смоковнице. Да не коли же от тебя плода будет вовеки, Матфея 21.19. Почему она тотчас и засохла? Исполняется на них и реченный экресиастом, развращенный и не может украсить и се. И лишение не может исчислиться. 1.15. Ибо невозможно развращенному украсить и се, аще не будет оно прежде исправлено, и невозможно исчислять и лишение, аще не будет оно прежде восполнено. Почему и наконец случится с ними реченное пророком Исаию? И узрят трупы человеков, приступивших мне. Черви их не скончаются, и огонь их не угаснет. И будут в позор всякой плоти. Исаия 66.24. Ибо, как еще от него предречено, неправедные же тако возволнуются, и почти невозмогут. Не срадоваться нефестивым, говорит Господь. Исаия 57.20. Правило 5 Петра Александрийского. Некоторые притворствовали, подобно Давиду, юродствовавшему для спасения от смерти, хотя он не был безумен. Они не написали прямо отречения от веры, но в весьма тесных обстоятельствах поругались ухищрением врагов, подобно как дети, смысленные, разумные, смеются над детьми неразумными. Как-то или прошли мимо идольских жертвенников, или дали рукописание, или язычников поставили вместо себя. Хотя некоторым из таковых, как я слышал, и явились нисхождения некие из исповедников, потому что они с великим чтением избегали вожения своими руками огня и кождение нечистым демоном. И хотя они, не приметив, соделали оное по неразумию, однако да положится им шесть месяцев на обращение к Богу в покаянии. Ибо таким образом Исаии более получат пользы, размышляя о изречении пророческом. От рача родися нам сын, и дадейся нам его же начальство быть на раме его, и нарицается имя его велика совета ангел. Сие от рача, как вы ведаете, в шестый месяц после зачатия другого от рача, проповедовавшего пред лицем входа его покаяния в отпущении грехов, зачата такожди, дабы проповедать и покаяния. Ибо слышим обоих проповедующих, во-первых, не только о покаянии, но и о Царстве Небесном, которое, как мы научены, внутрь нас есть. По елику близ есть глагол, ему же веруем, во устах наших и в сердцах наших, о котором Царствие приявно поминание, и они научатся исповедовать устами своим, яко Господь есть Иисус Христос. «Веруя в сердце своем, яко Бог, воскреси его от мертвых». Ибо слышим, яко сердцем веруется в правду, а устами же исповедуется во спасение. Правило шестое. Некие рабов-христиан поставили вместо себя. Рабы же, яко подручные, и некоторым образом и сами в заключении своих господ находившиеся, будучи угрожаемы от них, и страшась их, доведенные до идола жертвования и пали. Таковы я рабы в продолжении года да покажут дела покаяния, поучаяся впречь. Яко рабы Христовы творите волю Божию, и бояться его, и наипаче слыша яко всяк, и ежа ащи сотворит благое, сие примет от Господа, ащи раб, ащи свободны. Правило седьмое. Свободные же в продолжении трех лет да испытуются в покаянии, как потому что лицемерствовали, так и потому что принудили сарабов своих принести жертву идолам. Ибо тем прислушали они апостола, который хочет, чтобы таежди творили господа рабам своим, послабляющие пресчение, ведая, что и нам самим, и тем Господь есть на небесах, и обиновения лица нет у Него. Ефесянам 6, 9. Ахи же все мы имеем единого Господа, нелицеприятного, ибо вся и во всех есть Христос, в варварах и скифах, в рабах и свободных. То восхотевшие спасти свою душу должны смотреть, что сделали они, вовлекшие выдолослужение сарабов своих, которые также могли бы избежать всего, ахи бы правды и уравнения им подали, как глаголит Паки апостол. Правило восьмое. Тех, которые преданы были и пали, но сами пришли на подвиг и исповедали себя христианами, и были ввержены в темницу и мучены, правильно есть укреплять веселье сердца и иметь с ними общение во всем, как в молитвах, так и в пресчищении тела и крови Христовой, и в утешении слова. «Дабы, подвязаясь по стоянию, сподобились и они почести высшего звания, ибо речено, седьмижды падет праведный и восстанет». Притча 24.16. А хи бы и все пасы тоже делали, явили бы тем совершенное и всеусердное покаяние. Правило девятое. Общение должно иметь и с теми, которые, как бы от сна воспрянув на подвиг, когда он еще не открылся, а токма готовился, привлечи их. «Сами себе навлекли искушение, подобное брани в море, и многому обуреванию, наипаче же на братья их сильнее распалили уголь грешников, ибо таковые приступают к всему во имя Христа, хотя и не внимлют словам, в которых он поучает молиться, да не внидим в искушение». И пайки в молитве глаголатика «Отцу, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Может быть, и не знают они, яка дома владыка и учитель наш часто уклонялся от хотевших наветовать ему, яка иногда ради них и не ходил явно, и когда приблизилось время страдания его, не сам себя предал, но ожидал, доколе не пришли на него с оружием и из рекольми. И тогда рек им, яка на разбойника ли вышли с оружием и дрекольми взять меня? А они же, говорит евангелист, предали его Пилату. По подобию его пострадали и текущие к его мети, памятуя божественные слова его, в которых он, подкрепляя нас, глаголит о гонениях. Внимлите себе, предадут же вас на сонмы и на соборищах, их бьют вас. Предадят, глаголит, они сами предадите. И перед владыки же и цари введены будете имени моего ради, а не сами себя поведете. Ибо он хочет, чтобы и мы приходили от места на место, будучи гонимы за имя его, яка же и паки слышим его глаголищего. И когда же гонят вы в ограде семь, бегайте в другие. Поили-ка он не хочет, чтобы мы сами приступали к ситоносам и копьеносам дьявола. Да не садилаемся для них виновниками множайших смертей, аки бы вынуждая их большему ожесточению и совершению смертоносных дел. Но чтобы мы ожидали и внимались себе, бодрствовали и молились, да не внидим во искушение. Так Стефан, первый по стопам его подъявшие мучения, взят беззаконными в Иерусалиме, приведен на сонмище и камнями побиваемый за имя Господа Иисуса Христа, прославился, молясь и говоря, Господи, не поставь им греха сего. Так Иаков взят был Иродом, второй мечом во главу усечен. Так избранный из апостолов Петр многократно был взят, ввержен в темницу, поруган, наконец в Риме ко кресту пригвожден. И прихвальный Павел, после того, как многократно был предан, бедствовал даже до смерти, много позвязался и хвалился многими гонениями и скорбями. В том же граде мечом во главу усечен. И он, хвалясь и страданиями, заключил тем, что в Дамаске в корзине свешен был по стене ночью и сбежал рук, ищущего взять его. Ибо первым предметом их было благовествовать и усить Слово Божие, чем утверждая братью пребывать в вере, они глаголы и сие, яко многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие. Ибо они искали не своей пользы, но многих, да спасутся. И многое можно было бы решить о всем для таковых людей, да будет поступаемо с рассуждением. Не как апостол говорит, но как апостол говорит, не достанет мне повествующей времени. Евреям 11.32 Правило десятое Петра Александрийского Посему тем из клира, которые добровольно вышли на подвиг, пали и возобновили подвиг, не есть праведно быть и после в священнослужении, ибо они оставили стадо Господней и опорочили самих себя, чего никто из апостолов не делал. Ибо многие гонения прошедшие и многие победы в подвигах показавшие, блаженный апостол Павел, хотя и ведал, яко лучший есть разрешиться и быть со Христом, а однако присовокупляет и глаголит, А ежи пребывать и во плоти, нужнейший есть у вас ради. Ибо взирая не на свою пользу, но на пользу многих, да спасутся более собственного упокоения, нужным признавал пребывать с братьями и пищись о них. Он и учащему повелевает быть его учением и быть образом верным. Посему те, которые падшие, возобновив подвиг в темнице, ищут право на священнодействие, поступают совершенно неразумно. Ибо как требует того, что оставили, когда могли бы полезны быть братья и в таковое время. Да коли они были непреткновенны и имели прощение в своем безрассудном поступке, Но когда пали, тогда не могут уже священнодействовать, як обесцинствовавшие и опоросившие самих себя. И так, отложивши славе, смиренно мудрые допекутся о том на Ипасе, как оскончают свое течение. Ибо давлеет им общение с отчанием и точностью соблюдаемое ради двух причин. И ради того, да не явятся они опечаленными, и с усилием зыщут разрешение отсюда. И ради того, да бы не возымели предлова некоторые падшие, аки бы они по случаю угрожающей пятимии ослабили в духе. Таковы более всех иметь и будут стыд и поношение, по примеру, положившего основания и невозмогшего совершить. Ибо начнут, как речено, всеми махадящие ругаться ему и говорить. Сей человек начал строить и не мог совершить. Правило 11. Некие вначале сами себя повергли в кипящее гонение. Стоя окрест судилища и взирая на святых мучеников, поспешающих к почести высшего звания, будучи побуждаемы благою ревностью, они предали себя на то со многим дерзновением, на Ипасе когда видели многих увлекаемых и отпадающих от веры. За сих воспоминяясь внутренне и будучи призываемым внутренним глазом противостать превозносящемуся сопротивнику. Они спешили на сие, дабы он не являлся сам пред собою мудрым, потому что мнился преодолевать и коварством, тогда как сам, не примечая, побеждаем был терпящими мужественно строгание и биение, и острее меча и сжение огнем и потопление в водах. За таковых или пострадавших в темнице и побежденных гладом и жаждою, или вне темницы насудилища измученных строганием и биением, и напоследок преодоленных немощью плоти, когда некоторые по вере просят приношения молитв и прошений, правильно есть согласиться с ними. Ибо сострадать и соболезновать плачущим и стенящим, а преодоленных в подвиге многою силы и злохитренного дьявола, или родителях, или братьях, или детях, немало не вредно ни для кого. По елику мы ведаем, яка и по вере других, и их некоторые получили благость Божия в отпущении грехов, и в здравии тела, и в воскресении мертвых. И так, поминая их многие труды и бедствия, прежде подъятые за имя Христово, и не только Мессии, но и то, яка они раскаялись, и деяния, в котором изменили себе, оплакивают в изнурении и умерщвлении тела, и, якобы удалились от мира, и, имея доброе свидетельство о житии своем, купно с ними молимся, и просим им очищения и других благ приличных через того, который соделался ходатая монастка отцу, умилостивляющим за грехи наши. Ибо рецея на аще, кто согрешит, ходатая имеем к отцу Иисуса Христа праведника, и тот ощущение есть о грехах наших. Правило двенадцатое. Тем, которые дали серебро, дабы совсем не быть им потревоженными никакой злобой, да не поставляется сие в вину, ибо они потерпели урон и утрату денег, да не отсветят или погубят душу свою, чего другие по корыстолюбии не сделали, хотя и глаголит Господь. Какая польза человеку, если весь мир приобретет, а душе своей повредит или погубит? Так же не можете Богу работать и мамонья, ибо предгонителями они явились служащими Богу, возненавидевшими и поправшими серебро, и презревшими оное, и с ним исполнили написанное «Избавление мужа души свое ему богатство». Ибо и в деяниях апостольских читаем, яков Солуни, влекомый за Павла и Силуко, градоначальникам, отпущены за довольные пенязи. После того, как много озлобили их из-за имя Христовы, возмутили народ и градоначальников, вземши довольные от Иоасона и отпросих, отпустивши их. Братья же Абия в носе отослаша Павла и Силу в Берию. Деяния 17.9.10. Правило 13. Почему оставившие все ради спасения души и удалившиеся? Да не будут обвиняемы в том, что за них взяты другие, ибо в нефесте взяты были на позорище вместо Павла Гаи и Аристарх, сопутствовавшие Павлу. И когда он хотел внить и в народ, Павелику смятение произошло за него, якобы преклонившего и обратившего множество народа к благочестию. Тогда, как речено, не допустили его ученики. И все женицы от асийских начальников, сущие ему друзья, послали к нему, моля, не в дате себе в позор. Ахи же некоторые будут упорствовать и припираться с теми, которые искренне внимают глаголищами, спасая и спасая твою душу и не озирайся в пять. Бытие 19.17. Таковы да воспомянутые избранного между апостолами Петра, вверженного уже в темницу и преданного четырем четверицам воинов, тряси его, но убежавшего ночью и от убийственной руки Ирода и от всего чаяния людей иудейских, избавившегося по повелению ангела Господня, бывшую глаголи дню, бе молва немало в воинах, что оба Петру бысть, Ирод же поискав его и не нашед, и, стезав стража, повелел убить их. Но за них не возлагается никакой вины на Петра, ибо можно было им, видевшим случившееся, убежать, подобно, как и всем детям, бывшим в Ифлиеме и во всех пределах его. Аси бы ведали родители их, имеющие быти, но они погублены скверноубийцей Иродом, за искомого им на погубление единого младенца, который также по повелению ангела Господня убежал, уже начав скоро пленять и нагло расхищать, согласно с нареченным ему именем, как написано на арце имя ему, скоро плени, нагло расхити, за не прежде, ниже разуметь и отрочать и назвать отца или матерь приметь силу дамасковой и корысти самарийские пред царем ассирийским Исайя 8.3. Посему волхвы, как уже плененные и добычей соделавшиеся, покорные почтительно поклоняются младенцу, отверзая сокровища свои, принося ему величественнейшие и приличнейшие дары златой и ливаной смирной, як от царю и богу и человеку. Посему не хотели возвратиться к царю ассирийскому с помоществуемой промыслом. Весть, боглаголит Евангелие, приемши во сне, не возвратитеся ко Ироду. Иным путем от Идоша в страну свою, посему кровожадный Ирод, видев, якопороган, бысть от волхвов, разгнева сезилою, послав, избився дети сущей Вифлеемии во всех пределах его, от двою лет и ниже, по времени ежи известны испыта от волхвов. Искав купное с ними убитие иное от врача, рожденное прежде его и не нашедшего, убил он отца его Захарию между церковью и алтарем, тогда как младенец убежал с матерью или советую. Но за сие никто не порицает их. Пояснение. Наименование царя ассирийского святой Петр заимствует из приведенного им выше пророчества Исаии и прилагает Кироду, как враждовавшему против божественного отращятия Христа, но им побежденному. Правило четырнадцатое. Асси же некоторые претерпели многое насилие, тесноту и железо уста, прияли иузы и прибыли непоколебимы по любви к вере и мужественно претерпели сжение своих рук, приближаемых против воли к нефистой жертве, что о находящихся в Ливии писали ко мне из темницы приблаженные мученики. Також и иные сослужители, таковые наипаче, когда свидетельствуют им и прочие братья, могут прибыть во священнослужении и добудут счастливе исповедников, подобно как и омертвевшие от многих мучений и уже не могшие ни слова, ни глаза произнести или подвергнуть, подвигнулись к сопротивлению вообще насильствующим. Ибо они не согласились на мерзость их, как я слышал паки от служителей. Да будешь же причтен к исповедникам истяг, живущий по примеру Тимофея и повинующийся глаголищемю, гони правду, благочестие, веру, любовь, терпение, кротость, подвижайся добрым подвигам веры, емлися за вечную жизнь. Внюже зван был Иси и исповедал Иси доброе исповедание пред многими свидетели. 1 Тимофея 6.11 Правило 15 Петра Александрийского Его же и слово на Пасху. Никто да не укоряет нас за соблюдение среды и пятка, в которые дни благословно заповедано нам поститься по причине составленного иудеями совета о предании Господа, а в пяток, потому что Он пострадал за нас. Воскресный же день провождаем яко день радости ради воскресшего вон и день. Сей день и колено преклонять и мы не прияли. Каноническое послание святого Григория архиепископа Неокисарийского чудотворца 262 год Правило первое Не тяготит нас пища священнейший Папа Послание писано к архиепископу Александрийскому который по древнему обычаю именуется и Папой Хотя и ели пленники предложены им отобладающих ими особенно когда все согласно сказует яко варвары нашедшие иностраны наши не приносили жертвы идолам Апостол заглаголит брашно чреву чрево брашном Божий сие и сия упразднит 1 Коринфянам 6 13 И спаситель всякая брашно очищающая рек не входящего уста сквернит человека но исходящая Матфея 15 11 Правило второе Не тяжко и то что плененные жены расцлены от варваров наругавшихся над их телами Но аси прежде зазираемо было житие некие из них яко ходящий во след отец блудодеющих по изречению Писания явно есть яко любодейное расположение ее подозрительное и во время пленения и таковых не вскоре должно допускать к общению в молитвах аси же некая жившая в совершенном целомудрии показавшая прежнее житие чистым и изъятым от всякого подозрения ныне подверглась поруганию по насилию и принуждению то на сей случае имеем в книге второзакония пример от раковицы которую человек обрел на поле и насиловав приспал с нею от раковицы глаголит закон ничтоже сотворите несть бодеви греха смертного якожащи бы кто восстал на ближнего своего и убил душу его так и сие дело возопи от раковицы и не было помогающего ей таковы и те случаи второзакония 22 26 правило третье но тяжкое дело есть лихоимание и невозможно в едином послании предложите божественное писание в которых не только мог грабительство но и вообще любостяжание и присвоение чуждого ради гнусного прибытка оглашается яко дело отвратительное и страшное и всяк виновный вонам подлежит отчуждению от церкви божией а что во время нашествия варвара среди толикого плача некие дерзнули сие время всем угрожающее погибелью посчитать для себя временем корысти сие свойственно людям нечестивым и богоненавистным дошедшим до крайней степени гнусности посему справедливым признается всех таковых отлучать от церкви да никак и приидет гнев на весь народ и первые на самих предстоятелей неизыскующих за сие боюсь оба как глаголит писание да некупно с собой погубит нечестивый праведного бытие 18.23 ибо глаголит писание блуд или хаймани их же ради грядет гнев божий на сынов непокорилых не бывайте оба сопричастники с ним бести бы иногда тьма ныне же света господи якожи чадо света ходите плод же бы света во всякой благостыне и правде и истине искушающий что есть благоугодно господу и не приобщайтесь к делам неплодным тьмы пачи же и обличайте бываемая бы тайна от них срама если глагол все же обличаемая от света является так говорит апостол Исисянам 5 6 13 ащи же некие неся наказание за прежнее любостяжание во время мира бывшие паки в самое время гнева обращаются к любостяжанию корыстуясь от крови и гибели человеков бегствующих или пленников убиены то чего иного надлежит ожидать разве того что подвязающиеся за любостяжание соберут гнев и себе самим и всему народу правило 4 не сели ахан от сон мазара прегрешением прегрешил взяв от заклятого и пришел гневно весь сон Иисуса новина 7 на весь сон израилев он один умер во грехе своем и нам настоящее время подобает заклятую почитать всякую корысть не нашу а чуждую ибо как ахан он и взял из добычи так и сии ныне берут из добычи но тот взял вражеское а сии ныне братским корыстуются пагубная корысть правило 5 Григория некий сарийского никто да не обощает себя тем яко нашел что-либо ибо непозволительно корыстовать и сии найденным второзаконие глаголят видев тельца брата твоего или овсу заблудившую на пути да не презришь ее но возвращением возвратишь ее брату твоему ащи же не есть близ тебя брат твой ниже увеси его собери я внутрь дому твоего и да будут у тебя да ниже взыщет их брат твой и отдайся их всему така же сотворишь осляти его и така да сотворишь и така да сотворишь и всему погубленному брата твоего и лико ащи погибнут от него и обрящишь и я така глаголят второзаконие 22.1 в книге же исхода не только манадином кем-либо собственности брата но и врага речена возвращением да возвратишь он и в дом господина ее исход 23.4 ащи же не позволительно в мире корыстоваться однепрежного и роскошествующего и о своей собственности непекущегося брата или врага так альбипафе отбедствующего избегающего врагов и по нужде оставляющего собственность правило шестое иных же обращают себя удерживая найденную чужую собственность вместо своей утраченной таким образом по елику ворады и готфы поступали с ними вражески то и они для других соделались ворадами и готфами всего ради послали мы к вам брата и старца Евфросына дабы он по примеру здешнего образа действия и там ввел подобное от него надлежит принимать обвинение и кого должно отлучать от молитвы правило седьмое возвещено также нам нечто невероятное случившееся в стране вашей без сомнения от людей неверных и нечестивых и не познавших даже имени Господа аки бы некие дошли до такой лютости и бесчеловечия яко содержат у себя в неволе некоторых убежавших из плена от варваров пошлите кого-либо во страну для изыскания сего да не падет молния на творящих сие правило восьмое ащи которые сопричислились к варварам и с ними во время своего пленения участвовали в нападении забыв якобы ли понтийцы и христиане и ожесточаясь до того что убивали единоплеменных своих или древом или удавлением також указывали на ведущим неведущим варварам пути или домы таковым должно преградить вход даже в чин слушающих доколе что-либо изволят о них купно сошедшиеся святые отцы и прежде их дух святой правило девятое держнувшие учинить нападение на чужие домы ащи по обвинению по обвинению уличены будут да не удостоятся ниже чина слушающих писаний но ащи сами о себе объявят и возвратят похищенное то в чин обращающихся да преподают правило десятое григория некий сарийского и нашелшие что-либо на поле или домах своих оставленные варварами ащи по обвинении будут обличены да будут в числе преподающих ащи же сами о себе объявят а отдадут найденное то да удостоятся и молитвы правило одиннадцатое исполняющие же настоящий заповедь должны исполнять он и без всякого скверности жательства не требуя себе возмездия или за указание вещи или за сохранение или за обретение или как бы не называли предлог к тому правило двенадцатое пласть бывает вне врат молитвенного храма где стоя согрешивший должен просить входящих верующих дабы они помолились за него слушаний бывает внутри врат в притворе где грешник должен стоять до моления об оглашенных и тогда исходить ибо правило глаголит слушав писание и учение да изгонится и да не сподобится молитвы чин припадающих есть когда кающиеся стоя внутри врат храма исходят вместе с оглашенными а чин купно стоящих есть когда кающиеся стоит купно с верными и не исходит с оглашенными конечное же есть причастие святых тайн послание святого афанасия великого архиепископа александрийского коммуну монаху 326-371 годы все творения божии добрые и чисты ибо ничего ни полезного или ни чистого не сотворило божие слово христового благоухания и есть мы во спасение во спасаемых по апостолу 2 коринфянам 2.15 поелик уже различный и многообразный суть стрелы дьявола и непорочно мыслищих доводит он до возмущения отвлекает братья от обыкновенного упражнения всевая в них помышления нечистоты и осквернения то по благодати спасителя нашего краткими словами и лукавого обольщения да отженем и мысль простейших да утвердим вся оба чисто чистым нечистых же и совесть осквернися и все тит 1.5 удивляюсь же ущищрению дьявола что он будучи развращения и пагуба влагает по-видимому помышления чистоты но действуемое им есть пачина вет или искушение ибо как я сказал дабы отвлечь подвижников от обычного и спасительного попечения и всем как мнится ему победить их для сего возбуждает он такую молву которая не приносит никакой пользы для жизни а токмо пустые вопрошения и суисловия которых уклонять и все должно ибо скажи мне возлюбленные благоговейнейшие что имеет греховного или нефистого какое-либо естественное извержение как например аси бы кто восхотел поставить вину исхождение мокрот из ноздрей и плюновения из уст можем и сей а большим сего о извержениях чревом которые необходимы для жизни животного ась исчежа ась и по божественному писанию веруем яко человек сделала рук божиих то как могло от чистой силы произойти дело оскверненное я сирот божий есть по божественному писанию апостольских деяний то не имеем в себе ничего нечистого ибо тогда токма мы оскверняемся когда грех всякого смрада худший соделываем а когда происходит какое-либо естественное невольное извержение тогда и сему с прочими подвергаемся мы как выше речена по необходимости естественной но по елику хотящий токм прикословить и справедливым словам пати же сотворенному от Бога неправо приводит и слово евангельское яко не входящее сквернит человека но исходящее то нужно и сию нелепость их ибо не нарекусь его вопрошением обличить во-первых они писание по невежеству своему яко не утвержденные превратно употребляют разум же божественного слова есть следующий когда некие подобно сим сомневались о пище тогда сам Господь разрешая их неведение или пати обличая заблуждение рек не входящее скверня человека но исходящее почему прилагает откуда исходящее от сердца ибо ибо ведает что там осуть злые сокровища скверных помыслов и иных грехов сокращение же апостол всему наученный глаголит брашно нас не поставит пред богом 1 коринстам 8 8 благословно может кто реши в настоящем случае естественное некое извержение не поведет нас к наказанию может быть и врачи да убедятся хотя внешними прикословища в защищении всего скажут что животному даны некие необходимые исходы для отложения излишества влаг питаемых каждому нас члене каковы излишества головы волосы и влажности из головы отделяющиеся исходящие из черева так ажди ионы избыток в семенных сосудах и так боголюбезней фистарте какой здесь грех перед богом когда сам создавший животное господь посхотел и сотворил чтобы сие члены имели таковые исходы но нужно предупредить противоречия лукавых ибо могут реши посему не будет грехом и самое употребление когда орудия творцом устроены таковых вопрошением заставим умолкнуть глаголя на сие о каком употреблении глаголиши о законном ли о том ли которое бог позволил глаголя растите и множите и наполняйте землю о том ли который апостол допустил глаголя честна жени твои ложи нескверна или о том которое бывает между людьми но происходит тайно и прелюбодейно ибо и в других случаях жизни обретаем различия бывающие по некоторым обстоятельствам например непозволительно убивать но убивать врагов на брани и законно и похвалы достойно так о великих почестях подобляются доблестные в брани и воздвигаются им столпы возвещающие превосходно их деяния таким образом одно и то же смотря по времени и в некоторых обстоятельствах непозволительно а в других обстоятельствах и благовременно допускается и позволяется так же рассуждать и должно и о телесном совокуплении блаженство в юности в составе свободную читу употребляет естество где-то рождению насек любострастью то блудники и прелюбодеи подвергаются казни возвещенной апостолом евреям 13.4 ибо два пути в жизни относительно сего предмета един обыкновенный и житейский то есть брак другой же ангельский и коего нет превосходнее то есть девство ащи кто избрал мирский путь то есть брак то не подлежит порицанию но не получит таликих даров хотя впрочем получит некие ибо и он приносит плод тридцати кратный ащи же кто восприял чистый и примерный путь хотя путь его жесточая и труднее первого но таковы приемлет более чудные дарования ибо принес плод совершенно историчный так они чистые и лукавые их вопрошения имеют собственные собственные решения божественными писаниями древле предуготовленные и так утверждай отче подчиненное тебе стадо апостольскими увещаниями евангельскими утешениями псаломскими советами глаголя Господу живи мя пословеси твоему псалом даже его состоит в служении ему от чистого сердца ибо зная сие тот же пророк как бы себя изъясняя говорит сердце чисто садижди во мне Боже дабы скверные помышления не возмущали меня и паки и духом владыщим утверди меня дабы если когда помышления возмутят меня мощная некая сила от тебя исходящая укрепляла меня аки некая твердыня таковые подобные советы преподав и ты глаголи тем которые медленно покоряются истине научу беззаконных путям твоим и уповая на господа яко убедишь их отступить от таковые злобы воспевай и нечестивые к тебе обратятся да пристанут злонамеренного прошающие от такового суетного труда а сомневающиеся по простоте да утвердятся духом младычным вы же которые твердо ведаете истину содержите ону ненарушимо и непоколебимо о Христе Иисусе Господе нашем с ним же отцу слава и держава со святым духом во веки веков аминь послание послание святого афанасия архиепископа александрийского к Руфиниану сыну и вожделеннейшему сослужителю господину Руфиниану афанасий о господи радовайтесь ты пишешь ко отцу как приличен сыну возлюбленному приближившегося оба через писание объял я тебя вожделеннейшей мне паче всех Руфиниане мог бы я тебе яко сыну писать и в начале и в середине и под конец но удержался да не по письмам познает сообщение и свидетельство ибо ты мое послание по реченному в писании 2 Коринфянам 3.2 знаемое и читаемое в сердце так яко будучи расположен верь мне ей верь приглашай и убеждаю тебя писать ибо делаясь ей немало но много меня утешаешь по елику же благолюбиво и церковно как и приличен твоему благочестию вопрошал ты о увлеченных нуждою но не развращенных зловерием и желал чтобы я написал к тебе что положено о них на соборах и повсюду то ведай господин мой вожделеннейший яко вначале по прекращении бывшего насилия под именем бывшего насилия святой Афанасий разумеет бывшее угнетение православных от Ариан был собор епископов сошедшихся от внешних стран был такожде и у сослужителей обитающих в Элладе равным образом и у находящихся в Испании и в Галлии и постановлено как здесь так и всюду чтобы падшим и бывшим предстателями нечестия под именем нечестия здесь разумеется Арианство под именем падших те которые отступили к общению с Арианами а под именем предстателей нечестия те которые совратясь в Арианство и других привлекали иконам являтесь нисхождение кающимся но не давать им места в клире а не бывшим самовластными делателями нечестия но увлеченным нуждой и насилием давать прощение и иметь им место в клире наипасе когда они принесли достойное верооправдание и сие учинено по-видимому с неким благоусмотрением ибо таковые утверждали что они не совращались в нечестие но дабы некоторые соделавшись нечестивейшими не расстроили церквей пошли залучшие уступить насилию и понести бремя нежели погубить народ говоря сие они по нашему мнению говорили достойное приятие ибо в извинение себя представляли и Аарона Моисеева брата который уступил в пустыне преступному требованию народа но имел извинения в намерении дабы народ не возвратился в Египет и не остался в идолослужении ибо представлялось вероятным что пребывая в пустыне он может пристать от нечестия но вошедший в Египет усилит и возрастит в себе нечестие по сей причине разрешено допускать таковых склир так как прессионным и насилие претерпевшим дается прощение сие объявляю твоему благоговение и уповаю яко и твое благочестие примет постановленное и не осудит снисхождение согласившихся така удостои же прочитать и сие и перед священством и перед народом тебе подчиненным дабы я не знаю сие не сетовали когда ты така расположен к таковым ибо не было бы прилично мне писать и тогда как твое благоговение может и наше к ним благорасположение возвестить им и все недостающее восполнить благодарение Господу исполнившему тебя всяким словом и всяким ведением кающиеся же явно да предают анафеме именно Евдоксевая и Евзоиева зловерия ибо сие богохульно именуя слово Божие тварью обнаружили себя защитниками Ариевой ереси да исповедуют же веру в Никея от отцов исповеданную и яко никакого иного собора не предпочитает всему собору приветствуй сущие с тобою братство а сущие с нами о Господе приветствует тебя святого Афанасия архиепископа Александрийского из 39 послания о праздниках но поелику упомянул я о еретиках как о мертвых а нас же самих яко имеющих ко спасению божественное писание и боюсь чтобы как писал коринфянам павел некоторые из простодушных не были уклонены от простоты и чистоты хитростью человеков и потом не начали внимать иным книгам так называемым апокрифическим 2 коринфянам 11 10 наименование книг апокрифических по переводу с греческого значит книги сокровенные юридики давали сие наименования составляемым ими подложным книгам дабы лучше уверить будто оные не вновь составлены а токмы неизвестны были как сокрываемые будучи обмануты едино именностью их с истинными книгами то потерпите молю аще о известном вам еще и я воспоминаю ради нужды и пользы церкви желаю всем воспомянуть и употреблю для оправдания моего одерзновения образ словес евангелиста Луки и реку и я понеженекие начали слагать и себе так именуемые апокрифические книги и смешивать ионы с Бога духовновенными писаниями о которых мы удостоверены якоже предаша отца от начала самовицы и слуги бывшие словесе изволися и мне побужденному истинными братьями и дознавшему сначала по ряду изложить и какие книги при этом в кавнон преданы и веруются быть и божественными дабы каждый обольщенный отверг обольщающих и каждый прибывший чистым возрадовался о новом предостережении и так всех книг ветхого завета числом 22 ибо столько же как я слышал и букв в употреблении у евреев по порядку же и по именам он и суть следующая во первых бытие потом исход поддали левит потом числа и наконец старозаконие за всеми следует Иисус новин судьи и потом Русь далее по порядку четыре книги царств из коих как первая и вторая считается за одну книгу так равна третья и четвертая за одну после сих параллепоменон первая и вторая также считаемая за одну книгу далее езры первая и вторая также за одну после сих книга псалмов и потом притчи потом эквесиаст и песни песней пасихиев наконец пророки двенадцать считаемые за одну книгу потом Исаия и Еремия и с ним варух плач и послания, а по них Иезекиил и Даниил, сии составляют Ветхий Завет. Не должно без укоснений речей о книгах Нового Завета, они суть следующая, четыре Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, по сии деяния апостолов и семь так именуемых соборных посланий апостолов, как то Якова Едина, Петра 2, потом Иоанна 3 и Иуда Едина. К ним 14 посланий апостола Павла, которые пишутся следующим порядком, первое к Римлянам, потом к Коринчинам 2, по сии к Галатам, далее к Ифесянам, потом к Филиппийцам, к Колоссинам, к Солунянам 2, к Евреям, к Тимофею 2, к Титу Едина, последнее к Филимону Едина и, наконец, Апокалипсис и Иоанна. Сии суть источники спасения, до сущими вон их словесами жаждущие утолить жажду. Всих токма благовествуется учение благочестия. Никто к сим, да не прилагает, ниже да отъемлет от них что-либо. А с них Господь посрамляет Саддукея в глаголу, прельщаетесь, не зная Писания ни силы их. Иудеев же увещал, испытывайте Писание, ибо они свидетельствуют о мне. Ради большей же точности, поели купишу ради нужды, присовокупляю и сие. Яко есть, кроме сих, и другие книги, не введенные в канон, но назначенные отцами для чтения, нововступающим и желающим огласитесь о словом благочестия. Премудрость Соломона, премудрость Серахова, Иссири, Иудиф и Товия. И так именуемые учения апостолов. Под наименованием учения апостолов, святой Афанасий без сомнения разумеет постановления апостольские, упоминаемые в последнем правиле святых апостолов. И пастырь. Впрочем, возлюбленные, сверхсих читаемых ионных, канонических, нигде не упоминается об апокритических. На сие есть умышления еретиков, которые пишут оные, когда хотят, назначают и прибавляют им время, дабы, представляя их акебы древние, иметь и способы к прельщению онами простодушных. Правила святого Василия Великого. 370-378 годы. Первое каноническое послание святого отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийские, к Анфилохии, епископу Иконийскому. Вступление. Несмысленному, как кричено в Писании, вопросившую о мудрости, мудрость вменится. Притча 7.28. А вопрошение мудрого, кажется, умудряет и несмысленного. Сие по благодати Божией случаются с нами каждый раз, когда получаем Писание Твоей я трудолюбивые души. Ибо я становлюсь сведущей и рассудительнее самого себя, из самого вопроса научаюсь о многом, чего прежде не знал. Забота об ответе делается для меня учителем. Поистине и ныне, никогда не озабоченный предметами Твоих вопросов, «Я принужден и рассмотреть оное с точностью и привести на память, аще, что слышал от старейших, и от себя премыслите согласное с тем, чему я научился». Правило первое. Итак, относительно вопроса о кафарах. Это чистое. Смотри, Второй Вселенский Собор, правило седьмое. И речено прежде, и ты благорассудительно упомянул, якоподобает последователи обычаю каждой страны, потому что о их крещении различно думали, рассуждавшие о всем предмете в свое время. Крещение, пепузиан, по моему мнению, не имеет ничего в свое защищение. И я удивился, как не приметил всего великий Дионисий, будучи искусен в правилах. Ибо древние положили приимать крещение ни в чем не отступающее от веры. Посему иное нарекли они ереси, иное расколом, а иное самочинным сборищем. Еретиками назвали они совершенно отторвшихся и самой вере отчуждившихся, раскольниками разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих у врачевания. А самочинными сборищами — собрание, составляемое непокорными пресвятерами или епископами и ненаученным народом. Например, аще кто был обречен во грехе, удален от священнослужения, не покорился правилам, а сам удержал за собою предстояние из священнослужения, и с ним отступили некоторые другие, оставив кафолическую церковь. Сие есть самочинное сборище. О покаянии мыслите и инако, нежели как сущие в церкви, есть раскол. Ереси же суть, например, манихейская, валентиньянинская, маркианитская и сих самых пепузинов. Ибо здесь есть явная разность в самой вере в Бога, почему от начала бывшим отцам угодно было крещение еретиков совсем отметать. Крещение раскольников, яко еще не чужды к церкви, приймати, а находящихся в самочинных сборищах исправлять приличным покаянием и обращением, и паки присоединять к церкви. Таким образом, даже находящиеся в церковных степенях, отступив купно с непокорными, когда покаятся, нередко приемлются паки в тот же чин. Пепузиане же явно суть еретики, ибо они восхулили на Духа Святого, нечестивые и бесстыдные, присвоив наименование утешителя Монтану и Прискили. Посему, боготворят ли они человеков, подлежат за сие осуждению, оскорбляют ли Духа Святого, сравнивая его с человеками, и всем случае повинны вечному осуждению, ибо хула на Духа Святого не отпускается. Какая же была бы сообразность признать крещение тех, которые крестят во имя Отца и Сына, и в Монтана или Прискилу, ибо несут крещены, крестившиеся в то, что нам не предано. Посему, хотя великий Дионисий не приметил всего, но нам не должно соблюдать и подражание неправильному, ибо нелепость сама собой и явна, и ясна для всех, имеющих хотя несколько рассуждения. Кафары сутись числа раскольников, однако угодно было древним, как то Киприану и нашему Фермилиану, единому определению подчинить всех сих кафаров, генкратитов, и драпаростатов, и апотактитов, ибо хотя начало отступления произошло через раскол, но отступившие от церкви уже не имели на себе благодати Святого Духа, ибо оскудело преподаяние благодати, потому что пресеклось законное преемство, ибо первые отступившие получили посвящение от отцов, и через возложение руки имели дарование духовное, но отторженные, соделавшись с мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не могли преподать другим благодать Святого Духа, от которой сами отпали, почему приходящих от них в церкви, якокрещенных мирянами, древние повелевали вновь ощущать истинным церковным крещением, но поелику некоторым Вася решительно угодно было ради назидания многих приять крещение их, тогда будет оно приемлемо. Подобает же нам усмотреть и злоущественные энкротитов. Они досаделают себя неудобо приемлемыми для церкви, умысли предускоряя совершать и собственное крещение, через что и собственные свои обычаи изменили. Итак, поелику о них ничего ясно неизвечено, мню, якобы лично нам отвергать их крещение. Ящи бы, кто привял от них хоны, такового приходящего к церкви крестить. На сисье и имеет быть и препятствием, общему благосозиданию, то паке подобает держать себя бычь и следовать и отцам, благоусмотрительно устроившим дела наши. Ибо я опасаюсь, чтобы нам тогда, как хотим удержать их от поспешного крещения, не воспятить их спасаемых строгостью отлагательства. Аси же они сохраняют наше крещение, сие да не устыжают нас, ибо мы обязаны не воздавать им за то благодарность, но покоряться правилам с точностью. Семерно же да будет установлено, чтобы после их крещения приходящие к церкви были помазуемы от верных и так и приступали к таинствам. Впрочем, ведая, якоб братьей Заина и Сатарнина, бывших в их обществе, мы приняли на кафедру епископскую, почему соединенных с их обществом уже не можем строгим судом отчуждать от церкви, постановив принятием епископов как бы некое правило общения с ними. Правило второе. Умысленно погубившее зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Тонкого различения плода образовавшегося или еще не образованного у нас нет, ибо здесь полагается взыскание не только заимевшее родиться, но и за то, что наветовало самой себе. Поелик у жены от таковых покушений весьма часто умирают. С ним совокупляются и погубления плода, якобы другое убийство, одерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобавить не до кончины простирать и покаяние их, но принимать и их в общение по исполнению десяти лет. Врачевание же измерять и не временем, но образом покаяния. Правило третье. Диакон по принятию диаконства соблудивший, хотя должен извержен быть от диаконства, но по низведению на место мирян да не отлучается от приобщения, ибо древние есть правила, извергаемых от священного степени, подвергать всему токмовообразу наказания. В чем, как мне мнится? Древние последовали оному закону, не отмстившие дважды заедино на ум 1.9. Есть же и другая сему причина, ибо находящиеся в чине мирян был извержены от места верных, паки приемлются на место, с которого они спали, а диакон подвергается наказанию и извержению продолжающемуся навсегда. Итак, они ограничились с ним единым наказанием, по элику не возвращается ему диаконство. Так и по уставам. Вообще же, истиннейшее врачевание есть удаление от греха, так что отвергший благодать ради удовольствия плоти подает нам совершенные доказательства своего исцеления, ащи сокрушением сердца и со всяким порабощением плоти воздержанию отступит от удовольствий, которыми совращен был. И так подобает нам и то, и другое ведати, и принадлежащее к совершенству покаяния и принятое в обычай. Для недостигающих же совершенства покаяния последовать и преданному уставу. Правило четвертое. О троебрачных и многобрачных мы положили тоже правило, какое и о второбрачных. По соразмерности. Второбрачных отлучает на год, а другие на два, троебрачных же на три, а часто и на четыре года. И нарицает таковой союз уже не браком, но многоженством или пачи, наказанным блудом. Посему и господь Самарянини, применивший пять мужей, глаголит, его же ныне имеешь ни муж тебе. Показуя тем, якобы приступившие предел второбрачия, уже недостойны нарицаться именами мужа или жены. Мы же не от правила, но от последования предшественников прияли обычай троебрачных отлучать на пять лет. Впрочем, не должно совсем заграждать для них вход в церковь, но удостаивайте их слушание писаний два или три года, а по семь допускать достояние, но удерживать от приобщения святыни, и так опоказывающих некий плод покаяния, восстановлять на место общения. Правило пятое Василия Великого. И ведь и ков прикончение кающихся подобает приемаче. Явно же есть якобы приемаче не без рассуждения, но со испытанием истины или показует покаяние, и имеют ли плоды свидетельствующие тщание о спасении. Правило шестое Любодеяния, посвященные Богу, да не обращаются в брак, но всячески да расторгается их совокупление, ибо сие и для утверждения церкви полезно и еретикам не даст случая укорять нас, акибы привлекаем к себе попущением греха. Правило седьмое Мужеложники, скотоложники, убийцы, отравители, прелюбодеи, идолопоклонники того же осуждения достойны. Посему правило, какое имеешь опросив, соблюдай и осив. А приятии каявшихся тридцать лет в несистоте, которую соделали в неведении, и, сомневайтесь, она мне надлежала. Ибо и неведение творит их достойными снисхождений, и добровольные исповедания, и протечения столь долгого времени, ибо они едва не весь век человечески преданы были сатане, да научатся небесинствовать. Посему повели уже неотложно принять их, и на ипасе аси имеют слезы, преклоняющие тебя к милосердию, и являют житие достойное милования. Правило восьмое. Во огневе на свою жену, употребившись секиру, есть убийца. Справедливо же и достойно твоего благоразумия воспомянул ты мне, дареко асием пространнее, ибо много разностей между вольным и невольным. Аси, кто бросив камень на пса или на древо, попадет в человека, сие дело совершенно непроизвольное и не бывшее в намерении действующего, ибо намерение его было отразить зверя или сбить плод, подвергшийся уже удару, сам собой нашел на него, проходя мимо, и так сие есть невольное. Невольное також и то, аси, кто желая кого исправить, ударит ремнем или жезлом нетяжелым, ибиеми умрет, ибо здесь рассматривается намерение, яко он хотел исправить согрешившего, а не умертвить. Подобным образом к невольным убийствам принадлежит и то, аси, кто защищая себя в драке, древом или рукой нещадно нанесет противнику удар в опасное место, имев намерение причинить боль, а не совсем убить. Но сие уже приближается к вольному убийству, ибо употребивший таковое орудие к защищению или бесчадно нанесший удар, явен и есть в том, яко не пощадил человека, будучи обладаем страстью. Подобно употребивший в орудии тяжелое древо и камень, большей силы человеческой причисляются к невольным убийцам, яко иное имевшие в намерении, а иное соделавшие. Ибо он в огне нанес такой удар, что умертвил пораженного, хотя, может быть, намерение его было только разити, а не совсем умертвити. Но кто употребил месили что-либо таковое, тот не имеет никакого извинения, и особенно бросивший в кого-либо секиру, ибо он не из руки ударил его так, чтобы мера удара зависела от него, но бросил так, что удару и от тяжести железа, и от остроты его, и от стремления через большое пространство по необходимости надлежало быть смертельным. Совершенно так аж девольное и всем никакому сомнению не подлежащее есть то, что делается разбойниками и в неприятельских нашествиях. Ибо разбойники убивают ради денег, избегая обличения в злодеянии. А находящиеся на войне идут на поражение сопротивных с явным намерением не устрашить и не вразумить, но истребить он их. И все же, аще кто напоит кого-либо тайным составом, хотя бы то было для иной некие причины, и умертвит, такового признаем вольным убийцею. Сие часто делает Джоны, покушаясь некими обаяниями и чарованиями привлекать некий их влюбуш к себе и дающие им врачебные составы, производящие помрачение разума. Хотя таковые, причинив смерть, соделали не то, что имели в намерении, а однако за волшебство и занятие возбраненное причисляется к вольным убийцам. Посему и дающие врачебство для извержения зачатого в утробе есть суть убийцы, равные и приемлющие детоубийственные отравы. А семь доселе. Правило девятое. Господне изречение, яко непозволительно разрешатеси от брака, разве словесе прелюбодейна. Матфея 5.32 По разуму онова равно приличествует и мужам, и женам, но не то в обычае. О женах находим много строгих изречений. Апостол глаголит, яко прилипляйся сквернодейце, едино тело есть. 1 Коринфянам 6.16 Иеремия. Аси будет жена мужа и ному, не возвратитесь к мужу своему, на осквернившейся оскверниться. Иеремия 3.1 Ипаки. Держа прелюбодейцу безумен и не сестив. Притча 18.23 Женам же обычай повелевают удерживать мужей своих, хотя они прелюбодействуют и в блуде суть. Посему не знаю, может ли прямо прелюбодейца и нарисися, живущая с мужем, оставленным своей женою, ибо здесь объединение падает на оставившую мужа, по какой причине она отступила от брака, ибо аси потому, якоби ема была и не стерпела ударов, то подобало паси претерпеть, нежели разлучатись с сожитием, аси потому, якоби не стерпела утраты имения, и сей предлог недостоин уважения, аси же и потому, якому ж ее живет в блуде, наблюдения сего не имеем в церковном обычае, но и от неверного мужа не повелено разлучатись о жене, а пребывайте с ним по неизвестности, что последует, чтобы весь и жена аси мужа спасеши, первой корыстной 7-16 посему жена оставившая своего мужа есть прелюбодейца, аси перешла к другому мужу, а муж оставленный достоин снисхождение, и сожительствующая с ним не осуждается, аси же муж отступив от жены поймет иную, то и сам он есть прелюбодей, понеже творит и прелюбодействовать ее, и живущая с ним есть прелюбодейца, поелеку отвлекла к себе чужого мужа, правило десятое по силе великого, клянусь не принимайте рукоположение, когда произнесли клятву, да не принуждается нарушать и оную, ибо хотя им нет событий некое правило снисходящее таковым, однако мы дознали опытом, что неблагопоспешествуется поступившим против клятвы, должно же рассматривать и образ клятвы, и слова, и расположение, с которым они клялись, и тонкие в словах прибавления, и аще ни с какой стороны нет никакого облегчения от силы клятвы, то подобает совершенно оставлять и таковых, дело же севира или поставленное им пресвитера, по моему мнению, аще и твое с моим согласно, получает некоторое разрешение клятвы следующим образом, силованные, в которые произведен человек, все подчиненные до ныне миссии, повели причислить и к массадам, ибо таким образом и он не будет клятва преступником, не приходя от места, и Лонген, имея с собой и Кириака, не упразднит церкви и не подвергнет души свои осуждения за опустение оное, и мы не возмунимся делать и нечто противоправил, снисходя к Кириаку, который клялся пребывать и в Минданах, но согласился переведен бытием, ибо возвращение его будет соблюдением клятвы, а ему покорность распоряжения не вменится в клятву преступления, поелику в клятве его не было присовокуплено того, яко он ниже на краткое время не оставит Минданов, но во все прочее время прибудет тама. Севир, уже извиняющим забвением, мы простим рекши, яко ведущий тайное, не попустит церкви своей понести вред от того, кто вначале поступал не по правилам, но связал себя клятвой вопреки Евангелию, кто пресеньем учил клятву преступлению, ныне же лжет притворным забвением, но поелику мы не судили сердец, но судим потому что слышим, то Господу предоставим отмщение, а сами без сомнений примем его, дав прощение забвению яко немощи человеческой. Правило одиннадцатое. Невольно соделавший убийство, довольно понес наказание, был отлучен в продолжении одиннадцати лет, ибо явно есть, яко получивших раны, мы должны соблюдать и Моисеев закон исход 21.18 и слегшего на одорот полученных ран, но потом паки ходившего при помощи жезла, не почитать и убитым. А если же не встал после ран, но понеже бивший не хотел умертвить его, то он есть, хотя и убийца, однако по намерении невольный. Правило двенадцатое. Двояженцам правило совершенно возбранило быть и служителями церкви. Апостольское семнадцатое. Правило тринадцатое. Убиение на браме отцы нашли не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников саламудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы советовать, и чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобщения токмо святых тайн. Смотри послание святого Афанасия к коммуну монаху. Вальсамона Зонар согласно замещает, что предполагаемый святым Василием совет вообще не был употребляем в действии, как по неудобности, так и по уважению в начале сего же правила изложенным. Правило четырнадцатое. В земле силих вуаще восхочет неправедную корысь истощить и на нищих, и впредь от недуга любостяжания свободен быти, может принят быти в священство. Правило пятнадцатое Василия Великого. Дивляйся же, якобы требуешь от писания буквальной точности, и думаешь, якоречение перевода есть принужденно, когда он хорошо выражает означаемый им предмет, но не прилагает собственно назначение слова еврейского. В профиль не должно без внимания прийти в опрошение, предложенное мужем любознательным. Птицы небесные и рыбы морские и при сотворении мира имели одинаковое происхождение, поели кобоси и роды животных, изведенные из воды. Причина же ему та, якобы имеют одно и то же свойство. Ибо одни плавают в воде, а другие плавают по воздуху. посему не упомянуто о них совокупно. Состав же слов псалма пояснения сие относятся к греческим словам псалма 8 стих 9 птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями, в которых вид несообразности грамматически подал повод святому анфилохию к вопросу и святому Василию к настоящему объяснению. Состав же слов псалма неточный соображен в отношении к рыбам, но в отношении ко всем тварям, живущим в водах, совершенно правилен. Ибо человеку покорны птицы небесные рыбы морские, и не си и токманы и все твари, приходящие стези морские. Ибо не все живущие в воде есть рыба, как-то китообразные животные, киты, зигены, дельфины, тюлени, еще же кони, псы, пилы, и мечи рыбы, и морские коровы, если угодно, крапивы, и гребни, и все серепокожные, из коих ни едина не есть рыба, все же суть приходящие стези морские. Таким образом, три суть рода, птицы небесные, рыбы морские, и те животные, обитающие в водах, которые отличаются от рыб, но так же приходят стези морские. Правило шестнадцатое. Не имам велик не у Господа, но у Господина своего, то есть он был единым из вельмош царя Сирского, и так вникая в Писание с точностью, и в нем в самом обрячь ише разрешение вопроса. Того же к тому же каноническое послание второе Василия Великого Камчелохию предисловие. Давно написав ответы на вопрошения, предложенные мне от Твоего благочестия, не послал я сего Писания, быв удержан частью болезни продолжительную и опасную, частью же недостатком служащих, ибо немного у нас людей, знающих путь и готовых на таковые послушания, посему узнав причины замедления, дай нам прощение в оном. Удивился же я Твоей любви к учению и купно Твоему смиренно мудрию, ибо Ты хочешь учиться, когда Тебе верен чин учащего, и при том учиться от нас, когда у нас нет ничего великого в отношении к познанию. Однако поели куты ради страха Божия не отрекаешься творить и дело, которое нелегко соделалось бы от другого, то должны мы Твоему расположению и благому уччанию поспешествовать Пачи Силы. Правило 17. Вопрошал ты нас о пресвитере Вианоре, может ли он принят быть в клир после данной им клятвы? Помню, якобы антиохийского клира уже изложил я некое общее определение о всех клявшихся купно с ним, то есть доустраняются они от всенародных собраний, счастье же додействуют пресвитерские, всен самым и ему дается разрешение для его служения, потому что священство его не в антиохии, но в иконе, которую, как ты сам написал, он избрал для жительства вместо антиохии. И так может принять быть и он и муж, так мотвое благочестие давать требует от него раскаяния в поползновенности к клятве, которую он дал человеку неверному, невозмогше понести и беспокойство отонного малого бедствия. Правило восемнадцатого о падших девах, обещавшихся Господу в чистоте жить, на потом впадших в плотские страсти и обеты свои нарушивших. Отцы наши, просто и кротко снисходя к немощам поползнувшихся, закона положили приимать их по прошествии года, учредя сие по примеру двоебрачных. На поелику благодати Христовая церковь в течение времени становится крепчайшою и чин дев ныне умножается, то мнится мне, якоподобает с точностью вникать в дело, по самому о нем понятие очевидное и в разном писании, которое можно обрести по заключению. Ибо вдовство ниже девства, посему и грех удавиться много легче греха одев. Посмотрим, что писано Павлом к Тимофею. «Юных же вдовиц отрицайсяй, икда барас свирепеет противо Христа, посягать и хотят имущие грех, яко первые веры отвергошися». 1 Тимофея 5.11 Итак, если вдовица подлежит тягчайшему осуждению, как бы отвергшая веру во Христа, то что должно нам заключать о деве, которая из невеста Христовой сосуд святый, посвященный Господу? Велик грех, когда и раба, предав себя тайному браку, наполнит дом развратом и худым житием оскорбляет стяжавшего ее. Но гораздо тягчает то, когда невеста соделается прелюбодейцею и, обесчестив союз свой с женихом, предаст себя необузданному сладострастью. Итак, вдовица осуждается как распленная раба, а дева подлежит осуждению прелюбодейца. Как совокупляющегося с чужой женой называем прелюбодеем и не прежде приемлем в общение, разве когда пристанет от греха, таковым же образом да поступаем испоемшим деву. Потребно же нам теперь изъявить и то, что девою именуется добровольно посвятившая себя Господу, отрекшаяся от брака и предпочедшая жить во освещение. А беты же тогда признаем действительными, когда возраст достиг совершенного разума, ибо детские слова всем деле не подобают почитать и совершенно твердыми. Но имеющие более шестнадцати или семнадцати лет возраста, имеющие власть над своими помышлениями, долго испытуемые и прибывшие твердые в намерении и с молением просящие о своем принятии, подавают наконец принимать и в чин дев и обет таковые утверждать и за нарушение наказывать и неотменно. Ибо многих родителей и братья и некие из родственников прежде совершенного возраста приводят не по собственному их стремлению к безбрачию, но промышляют через то для себя нечто житейское. Таковых не должно легко принимать и, доколе не узнаем ясно собственного их расположения. Правило девятнадцатое Обетов мужей не знаем иных, как разве которые причислили себя к чину монашествующих, которые молчанием показывают, якобы приемлют безбрачия, но и не сих приличным быть им предварительно, да вопрошаются, и да приемлются от них ясный обет девства, и ащи совратятся к плотоугодному и сластострастному житию, да подпадут и пятими и положенные для любодействующих. Правило двадцатое Василия Великого. Ащи, которые из женского пола, бывшие в ереси, дали обет девству, но потом избрали брак, а таковых мне яко не подобает осуждать и их. И никого закон глаголит, сущим в законе глаголит. Но те, которые еще не взяли на себя Игорь Христова, не знают и законоположение Господне. Посему они могут со всеми приемлемы быть и в церковь и получают всем случаи прощения через принятие веры во Христа. И вообще все соделанное в житии оглашенных не подвергается истязанию. Явно же есть яко-церковь не приемлет таковых без крещения. Посему необходимейшая для них потребность составляет преимущество возрождения правила двадцать первое. Аси муж сожительствуя жене и потом недовольствуяся браком впадет в блуд. Такового посчитаем блудником и надолго оставляем его под эпитемией. «Впрочем, не имеем правила подвергать его вине прелюбодеяния, ащи грех соделан свободно от брака. Ибо речено прелюбодеется сквернящийся скверницей к мужу своему не возвратиться» Иеремия 10.1 «Так одержащий прелюбодеется безумен и нечестив» Притя 18.23 «Но соблудивший не отлучается от сожительства с женой своей, жена должна принять мужа своего обращающегося от блуда, но муж оскверненную жену изгоняет из своего дома. Причины сему дать нелегко, но так принято в обычай». Правило 22. «Имеющий жен посредством похищения, ащи обрученных другим отторгли, не прежде подобает приимать и на покаяние, разве когда они взяты будут от них, и прежде обручившимся с ними, предоставлена будет власть или взять их, ащи восхотят, или отпустить. Ащи же, кто похитит необрученную, то надлежит отъять ее, возвратить родственникам и предать воле свойственников, будут ли то родители, братья или иные попечители одевиться, и ащи соизволят отдать ему, то твердо добудется житие, ащи же не согласятся, то да не принуждаются. Взявший жену по расплению ее, или тайном, или насильственном, непременно должен приять церковное наказание блуда. Наказание же блудникам определено на четыре года. Впервые надлежит удалять их от молитв и плакать и ему дверей церковных, во второй принимать их к слушанию писаний, в третье к покаянию, в четвертый к стоянию с народом, но удерживать от причастия, потом допускать их до пресчищения святых тайн. Правило двадцать третье. А поемлющих в супружество двух сестер, или сосчитывающихся с двумя братьями, дано от нас послание к Деодору Тарскому. Правило двадцать седьмое. Колого список мы послали к твоему благочестию, а взявший жену своего брата не прежде приемется, разве когда оставит ее. Правило двадцать четвертое. Вдову причстенную в число вдовицу, то есть от церкви снабдеваемую, апостол повелевает оставить без попечения ащи посягнет за мужа. А для мужа овдовевшего не положено никакого закона, давлеет для него эпитемиды двоебрачных. Вдова шестидесятилетняя, ащи паки восхочет сожительствовать мужу, да не удостоится при общении святыни, доколе не пристанет от страстной нечистоты. Ащи же прежде шестидесяти лет, предчтем ее в число вдовиц, то наша вина, а не жены сия. Правило двадцать пятое Василия Великого. Имеющий жену распленную от него за расплени да подвергается эпитемии, но да будет ему позволено иметь ее женою. Правило двадцать шестое. Блуд не есть брак и даже не начало брака. Посему совокупившихся посредством блуда лучше есть разлучать и ащи возможно. Ащи же всемирные держаться сожития, тогда примут эпитемию блуда, но да оставятся сожития брачным, да не горшее что будет. Правило двадцать седьмое. А пресвитере по неведению обязавшимся неправильным бракам я определил что должно, то есть пресвитерским седалищем пусть он пользуется, а от прочих же действий пресвитерских да удержится, ибо таковому довольно прощение. Благословлять и же других, блаженствующему врачевать и собственные язвы, не подобает, ибо благословение есть преподание освящения. Но кто сего не имеет по причине греха неведения, тот как преподаст другому. Того ради да не благословляет ни всенародно, ни особи, и тело Христово да не раздает другим, ниже иное служение да совершает, но довольствуется священнослужительским местом, да плачется перед другими и перед Господем, дабы отпущен был ему грех неведения. Правило двадцать восьмое. Сие же достойным смехом не представилось, я конектно обещался воздерживать от свиного мяса. Посему благоволи получайте таковых, чтобы воздерживались от нерассудительных зароков и обетов и допусти употребление вещей неразнственных, ибо никое же создание Божие отметно с облагодарением приемлемо. 1 Тимофея 4.4 Посему как обет достоин смеха, то и воздержание не нужно. Правило двадцать девятое. Начальников клянущихся зло сотворите подчиненным, весьма нужно врачевать. Врачевание же их двоякое, едино учите их, да не клянутся поспешно, другое же да не остаются при злых намерениях. Посему аще кто уловлен клятву и к соделанию зла другому, тогда принесет покаяние в дерзости клятвы, но предлогом благоговения клятвы, да не утверждает себя в злобе. Соблюдение клятвы не было полезно Ироду, который да не нарушит клятвы, соделся убийцей пророка, клятвы и вообще возбранена, кальми пачи, давай ему и на зло подобает осуждать. Посему покаявшийся должен исправить и свои мысли, а не тщатель утвердить и свое беззаконие. Исследуй подробнее сию нелепость, аще кто поклялся выколоть глаза своему брату, добро ли было бы таковому привести сие в исполнение, аще кто поклялся убить или вообще приступить какую-либо заповедь, ибо клялся и поставих не грех соделать, но сохранить и судьбы правды твоей. Псалом 118-106 Как заповедь подобает утверждать непреложностью намерений, так грех всячески должно не спровергать и истреблять правило 30-е Василия Великого О похищающих жен мы не имеем древнего правила, но составили собственное мнение, и они и содействовавшие им да будут отлучены от общих молитв на три года. Без насилия же бывающие не подлежит наказанию, аще не сопутствует ему ни расплений ни же тадьба. Вдова же властна сама в себе и от нее зависит последовать и похищающему. Нам не должно писаться о показуемых видах. Правило 31-е Женам мужа отлучившегося и пребывающего в без известности прежде удостоверения о смерти его, вступившее в сожитие с другим, прелюбодействует. Правило 32-е Те из клира, которые согрешили грехом смертным, со степени своего не сводятся, но не лишаются причастия купно смирянами, ибо не отмстишь и заедина дважды. Наум 1-9 Правило 33-е Жена, родившая на пути и пренебрегшая рожденная, доподлежит вине убийства. Правило 34-е Жен прелюбодействовавших и исповедавшихся в том, по благочестии или каким бы то ни было образом обличившихся, отцы наши запретили явными творите, да не подадим причину к смерти обличенных, но повелели стоять им с верными без приобщения, доколе не исполнится время покаяния. Правило 35-е Василия Великого Аси муж оставлен женою, то подобает смотреть и вину оставления, и Аси явится она оставившую без причины, то он достоин снисхождения, а она эпитемии. Снисхождение же окажется ему в том, да будет в общении с церковью. Правило 36-е Жены воинов, пребывающих в безвестности, соседавшиеся с другими, подлежат тому же суждению, как и те, кои не дождались возвращения отсутствующих мужей. Впрочем, здесь дело достойно некоего снисхождения, по Елику более вероятно заключение о смерти. Правило 37-е Вступивший в брак по отъятию у него чуждой жены, за первый да будет обвинен в прелюбодеянии, а за другую не повинен. Правило 38-е От раковисы без соизволения отца посягшие блудодействуют, но примирением с родителями девы съемницы иметь и врачевание. Впрочем, они не точно допускаются к приобщению, но запрещаются на три лета. Правило 39-е Живущие с прелюбодеем есть прелюбодейца во все время сожития. Правило 40-е Василия Великого. Против воли господина своего предавшие себя мужу блудодействуют, а если после всего подозволения пользуются браком, то признаются вступившие в законное сопружество. Почему первое есть блуд, а последнее брак, ибо условия находящихся в полновласти других не имеют ничего твердого. Правило 41-е Воздовстве имеющие власть в самой себе может сосчитать если не повинно, а если нет никого разлучающего сие сожития. Ибо апостол врег, а если умрет муж свободно есть, за него же хочет посягнуть и точию о Господе. Правило 42-е Браки против воли обладающих суть блудодеяния при жизни отца или господина совокупляющиеся не суть без вины, доколе имеющие власть над ними не изъявят согласие на их сожитие, ибо тогда супружество получает твердость. Правило 43-е На низший ближнему смертный удар есть убийца. Он ли первый нанес удар или отмщал? Правило 44-е Деканис соблудившаяся язычника может принято быть и в общении молитву, но до причастия святых тайн допущено будет в седьмое лето аще, то есть в чистоте жить и будет. И выяснил же по принятии веры паки приступающий к святотатцу возвращается ферестона свою блевотину. Посему мы телу Деканисы как освященному не позволяем более быть и в плотском употреблении. Правило 45-е Василия Великого Ахи, кто принял имя христианина, оскорбляет Христа, таковому нет никакой пользы от наименования. Правило 46-е Составленным на время своей женой софитовавшаяся по неведению, потом по причине возвращения к нему первой жены отпущенной блудодействовала через таковый союз, впрочем, по неведению. Посему брак ей не возбранится, но лучше Ахи прибудет така. Правило 47-е Инкротиты, саккофоры и апатактиты подлежат тому же осуждению, как и наватиане. Ибо о некоторых из них издано правило, хотя и не единообразное, а о других умолчено. Мы же по одинаковому винословию таковых перекрещиваем. А хотя у вас и не примет сей обычай перекрещивания, подобно как и у римлян, по некоторому благоусмотрению, а однако наше винословие да имеют силу. По елиху ересей есть, как бы отрасль ересей маркианитов, гнушающихся браком, отвращающихся вина и создания Божьей скверным нарицающих. Посему мы неприемлемых церковь ащи не крестятся нашим крещением, ибо над ним глаголят яко крестились во отца и сына и святого духа, когда они подобно Маркону и профи меритикам представляет Бога творцом зла. И так, афисе угодно будет, то должно собрать и со множайшим епископом и так и изложить и правила, дабы и действующий был безопасен и ответствующий на вопрошение от таковых имел достоверное основание ответа. Правило сорок восьмое. Останенная мужем, по моему мнению, должна прибыть безбрачную ибо когда Господь рек и окажет то отпустит жену свою ради словесей любодейного творить ее прелюбодействовать и то назвав ее прелюбодейству и тем самым воспретил ей сожитие с иным. Ибо как возможно чтобы муж был повинен как виновник прелюбодейству а жена не повинна была от Господа наречена прелюбодейству из-за совокупления с иным мужем. правило 49 Растление бывающее насилием да не подвергается обвинению посему и раба и насилована господином своим не повинна правило 50 Василия Великого на троебрасе нет закона посему третий брак не составляется по закону на таковые дела взираем как на нечистоты в церкви на всенародном осуждении он их не подвергаем как высшее нежели распутное любодеяние того же Василия Великого к тому же антилохию каноническое послание третье правило 51 а состоящий в клере правила положены безразлично они повелевают определять и падшим единое наказание извержение от служения находятся ли они в степени священства или проходят служение не имеющее рукоположение священства правило 52 пренебрегшая рожденной на пути аси пренебрегла имея возможность сохранить или думая тем сокрытие грех свой или последовав совсем звериному и бессиловесному помыслу досудится за смерть убийства аси же не могла соблезти и рожденная умерла от пустоты места и от недостатка потребного то матерь достойна снисхождения правило прежде снисхождение и снисхождение и снисхождение снисхождение святых и снисхождение и снисхождение правило 57 блудник и снисхождение восьмое восьмое допущен допущен до святого причастия правило 60 Василия Великого обещавшееся прибытии в действии и от обещания своего отпадшая да исполнить время наказания положено за грех прелюбодеяния с распределением смотря по ее жизни то же и для расприявших обет житья монашеского но падших правило 61 Украдший аще сам по себе раскаясь обвинить себя на год да будет удален от причастия токма святых тайн аще же обличень будет то на два года время же сие да разделится для него на припадание и стояние с верными потом да удостоится причащение правило 62 явившему неистовство на мужеском поле время для покаяния да расположится сообразно времени беззаконновавшего прелюбодеянием правило 63 на скотах показавшись свое нечестие и исповедавшись то ликое же время да будет запрещение правило 64 клятва преступник 10 лет да не приобщается два лета находясь между плачущими три между слушающими писания четыре между припадающими едино стоя с верными и тогда сподобится причастие правило 65 Василия Великого покаявшийся в волшебстве или в отравлении да проведет в покаянии время положенное для убийцы с распределением сообразным тому как сам себя обличил в каждом грехе правило 66 раскапывающие гробы для исчения да не причастится святых тайн 10 лет 2 доплачет 3 дослушает 4 доприпадает едино лето достоит с верными и тогда уже допримится правило 67 кровосмещение брата и сестры требует времени покаяния положенного для убийцы правило 68 совокупление браком людей состоящих в возбраненном для оного родстве осиусмотрено будет случившееся яко грех человеческий подлежит эпитемии прелюбодеев правило 69 сиус аси прежде брака смеситься со своей обручницею по отлучению на единое лето отслужения примется в штеца но да прибудет без производства высшие степени если же без обручения тайно смеситься да пристанет служить такожди и и по диакон правило 70 Василия Великого диакон восквернившему сиустами исповедавшему что грех его далее не простерся да будет запрещено священнослужение но причащайтесь от святых тайн с диаконами да сподобится так точно и пресвитер аси же что более всего согрешившим кто-либо усмотрен будет то в котором бы ни был степени да будет извержен правило 71 прикосновенный к которому либо из вышереченных грехов и не исповедавший но обличенный да будет под эпитемией и столько же времени настолько подвергается эпитемии делатель зла правило 72 предавший себя волхвователем или неким подобным да будет под эпитемией столько же времени сколько убийца правило 73 73 отрекшись от христа и соделавшись преступником против таинства спасения все время жизни своей должен быть в числе плачущих и обязан исповедаться а при конце жизни удостоится причастие святынь по вере в божие человеколюбие правило 74 ахи кто бы то ни был из падших вышеписанные грехи исповедавшись соделается ревностным в исправлении то приявшее от человеколюбия Божия власть разрешать и связывать и не будет достоин осуждения когда видя крайне усердное исповедание согрешившего соделается милостерие и сократит эпитемию по элику повествования священноописание показывает нам якось большим подвигом исповедающиеся скорее получают Божие милосердие правило 75 Василия Великого осквернившемуся своей сестрой по отцу или по матери да не будет позволено входить в дом молитвенный доколе не отступит от беззаконного и гнусного действия пришедший же сознание страшного греха три лета доплачет он стоя у дверей молитвенных домов и прося входящих на молитву дабы каждый состраданием приносил о нем усердные молитвы ко Господу после чего на другое трехлетие да будет допущен токмодослушание писаний послушание же писаний по учению да изгоняется из церкви и до него достаивает сообщение в молитве потом аще состязание будет просить иона и преподать и ко Господу сокрушением сердца и глубоким смирением то дадутся ему иные три лета на преподание и таким образом когда покажет плоды достойное покаяние в десятое лето да будет принять к молению с верными без причащения два лета стоя во время молитвы с верными наконец да удостоится приобщение святынь правило семьдесят шестое тот же устав дособлюдается и о взявших в сожитие две сестры правило семьдесят седьмое оставивший жену законно с ним сочетавшуюся и взявший другую по изречению Господню подлежит вине прелюбодеяния Матфея девятнадцать девять правилами же отцов наших положено чтобы таковые едино лето плакали два лето слушали три преподали седьмое же лето стояли с верными и так удостоится святого причастия ащи со слезами покаются правило семьдесят восьмое тот же устав дособлюдается и о взявших сожитие две сестры хотя бы то было и в разные времена правило семьдесят девятое вознеистовавший на свою мачеху подлежит тому же правилу как и неистовавший на свою сестру правило восьмидесятое Василия Великого а многобрасли отцы умолчали как о деле скотском и совершенно чуждом роду человеческому нам же сей грех представляется тягчайшим блуда посему благорассудно будет подвергать и таковых и пятими и по правилам то есть да будут едино лето плачущими три лето припадающими и потом могут быть приняты правило восемьдесят первое по елику во время нашествия варваров многие соделали преступления против веры в Бога клявшись языческими клятвами и вкусив некоторых оскверненных снедей волхованием принесенных жертву идолам то стаковынень да будет поступаемо поезданным уже отцами законом и правилам те которые претерпев тяжкое изнурение мучениями и не ветерпев страданий доведены были до отречения от Христа три лета да будут непринятыми в церковь по истечении коих два лета дослушают писание три да преподают и тогда могут быть приняты быть его к общению без велики же нужды веру в Бога предавшие и коснувшиеся трапезы бесовские и клявшиеся языческими клятвами три лета да будут изверженными из церкви два слушающими писания три лета да молятся в преподании другие три достоят во время молитвы с верными и тогда уже могут быть и приняты к приобщению святых тайн правило восемьдесят второе что касается до приступивших клятву ащи по насилию и по нужде приступили оную подлежат менее тяжким наказанием и по шести летах могут быть и совершенно приняты без нужды же предавшие веру свою два лета да будут плачущими и два слушающими в пятое да молятся с преподающими и еще на два лета да будут приняты к общению в молитве без пресечения и так опоказав достойное покаяние наконец возведутся к приобщению тела господне правило 83 волхвующие последующие обычаями языческим или вводящие некие в домы свои ради изыскания чародейств и ради очищения да подлежат правилу шестилетия лето да будут плачущими лето слушающими три лето припадающими и едины да стоят с верными и так да примутся правило 84 все же сие пишем ради того да испытуется плоды покаяния ибо мы не по одному времени судим о всем но взираем на образ покаяния ахи же которые непреодолимо держатся своих нравов и лучше хотят служить удовольствием плоти нежели господу и неприемлем жить я по евангелию то нет у нас с ними ничего общего ибо мы в народе непокоривом и пререкающим научены слышать и сие спасая спасай твою душу бытие 19 17 правило 85 Василия Великого итак да не попустим себе погибнуть истоковыми но убоявшись тяжкого суда имея предать сиями страшный день воздаяния господня да невосходим погибнуть и купнуть с чужими грехами ибо ащи не научили нас страшной судьбы господней и талики удары не привели нас в чувство того яко за беззаконие наше оставил нас господь и предал в руки варваров и яко народ отведен в плен неприятелями и предан рассеянию понеже на таковые дела дерзали насящие имя Христово ащи не познаша ниже уразумеша яко за сие пришел на нас гнев Божий то что нам общего с ними но и днем и ночи и всенародные наедине мы должны засвидетельствовать им истину но да не попустим себе увлеченным быть их беззакониями наипасе же домолимся дабы приобрести их и извлеси сети лукавого афи же сего невозможен то почтимся по крайней мере свои души спасти от вечного осуждения из другого канонического послания к тому же правило восемьдесят шестое изрядным анкротитом воздержником на важное их возражение для сего и мы не все едим да ответствуется сие яко и извержениями нашими гнушаемся ибо по достоинству для нас и зелье травное есть то же что мясо а в рассуждении пользы как в зелье отделяем вредное от здравого так и в мясе различаем вредное от полезного ибо ибо легалов есть зелье и мясо ястреба есть мясо но никто в здравом уме не будет есть белину ниже прикоснется пьесиму мясу разве в великой нужде посему ядший не сделал беззакония